Туннель Есть в Иерусалиме туннель, который сохранился до наших дней, со времени пророка Исаии. Свидетельство о нём можно найти в 20 главе 4 книги царств. Во время осадок города ассирийцами по этому туннелю в Иерусалим поступала вода. Собственных источников водоснабжения в городе не было, и царь Изякия заблаговременно распорядился прорубить скалу насквозь, чтобы обеспечить город водой на время осады. Теперь по этому туннелю можно спокойно пройти. Вода сочится только по дну. Снимаешь ботинки, зажигаешь свечку или фонарик и шлёпаешь себе босиком весь путь от начала до конца, всего метров 800, через толщу скальной породы. Этот туннель оставался неизменным на протяжении тысячелетий. На стенах видны следы работ подных царя Изякия. Можно понять, как и чем они рубили. Где киркой, где мотыгой. Можно вложить в руку эти углубления и почувствовать связь с человеком, который когда-то оставил эту выщербину. То есть материальную связь с современниками пророка Исаия. Своего рода машина времени. Машина времени. Странное и удивительное чувство, ощущение восстановленной преемственности поколений. Видеть, держать в руках, рассматривать вещи, оставленные в этом месте кем-то почти в доисторические времена. На Афоне мне довелось почувствовать то, что, может быть, чувствовали археологи, раскопавшие Помпеи. Известно, что город погиб почти мгновенно под слоем вулканической пыли и пепла. И поэтому все там сохранилось в том виде, как было в день катастрофы. Это сравнение приходит на ум при мысли об афонском русском монастыре Святого Пантелеймена в 1981 году. Где я будто бы попал в дореволюционный мир. Мир, в котором ничего не менялось. Мир, который был законсервирован во времени. Будто бы мне с помощью машины времени удалось прикоснуться к тому, чего уже нигде не встретишь в едином ансамбле. Осколки той жизни встречаются, конечно, тут и там. Но чтоб все вместе, да не в музее, а в реальности. Старые портреты, старые интерьеры, старые книги. Более того, я даже пил там дореволюционный, как там называли, царский чай. То есть чай, который был привезен в монастырь еще до революции. К моему времени он уже кончался, и монахи довольно редко его использовали. Угощали только особых гостей остатками и, как еще полвека назад казалось, неисчерпаемых запасов. Я бережно раскрывал старые упаковки чая, запечатанного когда-то и кем-то давным-давно. Упаковки, которые были куплены на пожертвования давно умерших благочестивых людей, чьи имена навсегда сокрыты от меня. И вот мне выпало разворачивать пачки этих даров теперь. Заваривать их чай, пить его и поминать неизвестных благотворителей. Эти люди когда-то жертвовали на монастырь, помогали деньгами, присылали посылки. В итоге их жертва дошла на меня уже в конце XX века. Пантелеймонов монастырь Пантелеймонов монастырь тогда, во время моего первого приезда на Афон, пребывал в страшном запустении. Как будто брошенный, опустошенный город. В начале прошлого века там жило около трех тысяч монахов, а гостиничные корпуса принимали до тысячи паломников в год. Но после революции пополнения почти не было. Разве что только из числа эмигрантов. В их числе на Афон попали и будущий архимандрит Сафроний Сахаров, и будущий архиепископ Василий Кривошеин. Правда, в начале 70-х годов на Афон впервые отпустили небольшую группу монахов из Советского Союза. А незадолго до моего первого приезда, в 1981 году, туда прибыла вторая группа. Выпускать из родины социализма их не хотели, потому что монахи, которые селились на Афоне, получали греческое гражданство. А это фактически означало эмиграцию. С другой стороны, и греческие власти с большой подозрительностью относились к выходцам из Советского Союза, и визы давали далеко не всем из них. В итоге, в огромном монастыре жили в то время лишь около 20 монахов, половина из которых очень старенькие. Поэтому поддерживать порядок на всей огромной территории во всех зданиях было невозможно. Несколько громадных корпусов стояли выгревшими после страшных пожаров и смотрели на мир почерневшими пустыми проемами окон. Немногочисленных гостей монастыря селили в гостинице, которая тогда была в ужасном состоянии, вроде нью-йоркских трущоб. Теперь-то она уже отремонтирована, сияет кафелем и побелкой, и до краев заселена паломниками. Здание гостиницы расположено за пределами монастыря. Но поскольку я был, во-первых, русский, а во-вторых, студент духовной академии, то тогда меня разместили в самом монастыре, и жил я вместе с братьями. Помещений было, как мне казалось, многовато даже для трех тысяч человек. Корпуса, корпуса, корпуса. А сколько там было гостевых комнат и апартаментов для самых почетных паломников. По коридорам можно было бродить бесконечно. Заходить, например, в гостиную, где принимали генералов, в специальные великокняжеские апартаменты, архиерейскую приемную. Ничего с тех пор не изменилось. Те же портреты висели на стенах, те же бумаги лежали разложенными на столе. Можно было доставать, листать, смотреть какие-то записи, дотрагиваться до вещей, которые оставались в неприкосновенности с тех пор. В монастырской библиотеке я держал в руках рукописные книги X-XI веков, написанные на пергаменте, с иллюстрациями, такие, что хранятся в музеях под пуленепробиваемым стеклом. Мне довелось прочесть и рукопись воспоминаний будущего архиепископа брюссельского Василия Кривошейна, который в период между двумя войнами был насельником монастыря и исполнял послушание библиотекаря. Эти тетрадки, исписанные четким и ясным почерком выдающегося богослова современности и будущего архиерея, я читал день или полтора напролет. Оторваться было невозможно. Конечно, сейчас этот труд уже издан, и найти его и прочесть может каждый. Но то была первая, самая непосредственная, по свежей памяти редакция книги. Рукопись афонского монаха. Русский афон Только на месте осознаешь, как много русского было вложено в афон. В любом, даже, так сказать, самым греческом монастыре, всегда находишь что-нибудь, пришедшее из нашей страны. Дары или царской семьи, не обязательно последней, может быть, и более ранних поколений, русские или блюда, самовары, еще что-то. Русское присутствие неизбежно бросается в глаза. Или вдруг ты узнаешь, что монастырь горел и был отстроен на деньги, собранные в Россию. Вековая связь с Россией постоянно ощущается. Вообще-то, в начале XX века, во время наивысшего расцвета афонского монашества, на полуострове проживало шесть с лишним тысяч иноков, из которых больше пяти тысяч были русскими, или точнее происходили из Российской империи. Греков насчитывалось до тысячи. Примерно таково сегодняшнее население Афона, когда количество россиян исчерпывается несколькими десятками. Впрочем, в последние пятнадцать лет число русских насельников на Афоне хоть медленно, но неуклонно растет. Афонский порядок Вообще Афон – удивительное место. Отчасти потому, что, когда представляешь себе сообщество, где нет ни одной женщины, где одни мужчины, то вырисовывается образ, скажем, квартиры-холостяка, с пригоревшей яичницей на сковородке, разбросанной одеждой, где все кругом перевернуто, и паутина по углам. Но на Афоне совершенно не так. Это идеальный порядок, идеальная чистота. Это и какое-то особое удивительное сердечное отношение друг к другу. Конечно, как и все места на нашей пораженной грехом земле, Афон далек от идеала. Но, по-моему, это такое место, где все как-то ближе к идеалу. Ощущение намоленности Афонской почвы не покидает ни на минуту. Стоишь ли ты в византийском храме, немало не изменившемся со времен строительства, поднимаешься ли в горы мимо жилища отшельника, сидишь ли в библиотеке десятивекового монастыря. Цветок Ощущение особости этого места приходит еще и от того, что каждый человек старается исполнить желание другого до того, как это желание будет высказано вслух. В ответ вы тоже стараетесь угадать желание другого человека и исполнить его сопережением. И вот такое служение ближнему доставляет удивительную, несравнимую радость. Мне вспоминается один эпизод. Мы прибыли на Афон вместе с моим другом, православным американцем Джеффри Макдональдом. То была моя вторая поездка на Святую Гору. В этот день мы ночевали в монастыре Пантократор. Вечером засиделись на балконе допоздна, то есть до тех пор, пока совсем не стемнело. Разговаривали с насельником монастыря, греческим монахом. Потом все разошлись по своим кельям, и когда мы уже ложились спать, в дверь вдруг постучали. Открываем, оказывается тот самый монах, который с нами разговаривал. Он принес нам стакан с водой, а в стакане огромный закрытый еще бутон цветка. Он сказал, вы поставьте его на окно. Утром с рассветом он раскроется. И первое, что вы увидите, когда вернетесь в келью после литургии, это раскрывшийся прекрасный цветок. Он еще раз пожелал нам доброй ночи и ушел. Это было настолько удивительно, настолько непомерзки. Не так-то легко представить себя, например, где-нибудь среди нас, в современном городе, особенно в Нью-Йорке, в современном Вавилоне, откуда мы приехали, как один мужчина дарит цветок двум другим, безо всякой скрытой цели, а просто из желания порадовать своей гостей его красотой. На Афоне же эта чистая забота о радости ближнего воспринималась совершенно естественно, как, собственно, по-настоящему и должно было бы быть. Время талантов Вся внутренняя афонская жизнь бытие совершенно особенное, по сути своей такое же, как во времена Византии, без электричества, без машин. Подсчет времени тоже византийской. Полночь – это закат, и все остальное время отсчитывается от заката. И каждый месяц часы подводятся, потому что каждый месяц закаты приходятся на разное время. При этом в разных монастырях время различается, потому что одни находятся ближе к морю, а другие – высоко в горах, и солнце, соответственно, видно немножко по-разному. Вообще-то, время на Афоне как будто бы неподвижно. Главный афонский звук – это звук била, широкой деревянной доски, похожей на двухлопастное весло, с которой монах-канонарх в длинной плессированной мантии обходит весь монастырь перед службой, деревянным молотком выстукивая по ней ритмичную дробь. Монахи говорят, что стук напоминает людям о талантах данным им Господом и о том, что их пора вкладывать в дело, то есть в молитву, и приумножать. Даже сам стук по доске как бы складывается в слово «талант». Кто однажды слышал эту дробь, тот, наверное, никогда уже не забудет ее. По афонскому преданию, именно так Ной созывал всех и людей и животных в свой спасительный ковчег перед потопом. Обойдя монастырь, канонарх выстукивает таланты по большому, размером с гладильную доску деревянному билу, подвешенному перед входом в храм, а затем бьет в железную скобу или колокол, висящие там же. Начинается богослужение. Основная единица измерения афонского времени. Времени, главное предназначение которого умножать данные тебе таланты, пока еще не поздно, чтобы в срок вернуть их милосердному и любящему господину. Спецназ Здесь практически в неизменном виде сохранились правила богослужения средневекового византийского христианства. Храмы освещаются только свечами и лампадами. Слава Богу, даже сегодня, когда электричество проведено все-таки во многих монастырях, ни в одном из храмов его по-прежнему нет и, надеюсь, не будет. Значительная часть службы проходит почти что в полной темноте. Скажем, в Шестапсалме монахи читают только по памяти. Наизусть читают и многие другие части богослужения. Вспоминаю рассказ моего преснопамятного духовного отца, протопресвитера Иоанна Мейндорфа, как он гостил в одном из монастырей, игумену которого пришлось отъехать на пару дней. Уезжая, он сделал жест вежливости, поручил отцу Иоанну замещать его на время отсутствия. На первой же утренне отцу Иоанну сообщили, что он сейчас прочитает Шестапсалме. По уставу монастыря это должен делать игумен. Отец Иоанн Шестапсалме наизусть по-гречески не помнил и попросил принести ему текст и свечку, что, впрочем, было беспрекословно исполнено. Полуночница и утрення начинаются затемно, так как ночь – это время, когда монахи бодрствуют. Мир спит, в темноте господствуют силы тьмы, и монахи, воины Христовы, выходят на бой, защищая и охраняя всех нас. Один американский профессор антропологии сделал весьма интересное, особенно для неправославного человека, сравнение, проведя параллель между известными ему типами монашества и армейскими подразделениями. Если французских бенедиктинцев можно сравнивать с пехотой, а итальянских францисканцев, недисциплинированных и бесшабашных, с военно-воздушными силами, то афонские монахи – это морская пехота с ее жесткой дисциплиной и тяжелейшими испытаниями при подготовке. Но зато этим элитным, всегда находящимся в наилучшей форме бойцам, не страшен никакой враг. Ванга. Мне кажется, что бывших афонских монахов не бывает. Если человек был насельником афонского монастыря, если он принял там монашеский постриг, он навсегда остается святогорцем, где бы он не нес свое послушание. В Солониках, как святитель Григорий Палама, в далекой России, как преподобный Максим Грек, в Молдавии, как преподобный Паисий Величковский, или в Болгарии, как герой моего следующего рассказа, митрополит Невракопский Нафанайл, человек строгой монашеской жизни, аскет, подвижник и настоящий пастырь, любящий своих овец и готовый положить за них жизнь. Кстати, он был учителем, аввой, епископа Саратовского и Вольского Лонгина. Несмотря на свой высокий сан, владыка очень прост в общении и готов даже физически послужить любому человеку. Никогда не забуду, как он дал мне подержать свой епископский жезл и полез по крутому склону горы, собирая мать и мачеху, чтобы заварить их от моего бронхита. Так вот, широко известная прорицательница и провидица Ванга проживала на территории Невракопской епархии, предстоятелем которой является владыка Нафанайл. До сих пор многие считают Вангу православной и уверяют, что она действовала с благословением и согласием священноначалия. Именно для таких людей и предназначен этот рассказ. Однажды, незадолго до смерти Ванги, к митрополиту Нафанайлу прибыли посланцы от нее и передали просьбу слепой старухе приехать к ней. Ванга сообщила владыке, что очень нуждается в его совете и нижайше просит его снизойти к ее старости и болезни и прибыть в ее дом. Владыка, надеясь, что, может быть, она желает покаяться, обещал приехать. Это вполне естественный поступок для доброго пастыря, пекущегося о каждой овце своего стада, тем паче о заблудшей. Когда владыка через несколько дней приехал и вошел в комнату старухи, он держал в руках крест-мощевик с частицей честного креста Господня. В комнате было много народу. Ванга сидела в глубине, что-то вещала и не могла слышать, что еще один человек тихо вошел в дверь. Уж во всяком случае она не могла знать, кто это. Вдруг она прервалась и, изменившимся, низким, хриплым голосом с усилием проговорила. «Сюда кто-то зашел. Пусть он немедленно бросит на пол это». «Что это?» спросили у Ванги ошеломленные окружающие. И тут она сорвалась на бешеный крик. «Это! Он держит это в руках! Это мешает мне говорить! Из-за этого я ничего не вижу! Я не хочу, чтобы это было в моем доме!» вопила старуха, суча ногами и раскачиваясь. Владыка развернулся, вышел, сел в машину и уехал. Митрополит Кедонский Ириней и чудесное возвращение иконы. Упомянув владыку Нафанаэла, не могу не рассказать и о другом человеке, удивительном пастыре и подвижнике наших дней, смиренно и с огромной любовью несущим подвиг свидетельства о Христе на своем месте. И подвиг этот сопровождается несомненными и явными чудесами. Когда в далеком 1994 году новосозданный Центр Святого Иринея Леонского проводил свою первую международную конференцию, мои знакомые греческие сектоведы порекомендовали пригласить на нее митрополита Кедонского Иринея. Кедония – это древнее название города Хани на Крите. Митрополит Ириней приехал в Москву и, хотя выступил на конференции всего лишь однажды, в конце, подводя итоги, для всех православных присутствующих как-то сразу сделалось очевидным, что именно этот белый как лунь-старец, лишь брови его оставались наполовину черными, он-то и был центром и сердцем всего нашего недельного собрания. Такие мир, трезвение и любовь излучало само его присутствие. Подтянутый, статный и стройный, он двигался с какой-то особенной легкостью и воздушностью, и просторная ряса, казалось, не поспевала за его стремительными и вместе с тем плавными, даже царственными движениями. Потом я еще несколько раз встречался с митрополитом на греческих конференциях, уже как со старым знакомым, и всякий раз подолгу беседовал с ним. Владыка расспрашивал меня о России, о моей жизни в Америке, о людях, которых я знал, и многие из них оказывались нашими общими знакомыми. Особенно близко к сердцу он воспринимал то, что наш центр носил имя его небесного покровителя, святого Ирине Леонского. Неоднократно приглашал он меня и к себе на Крит, и вот однажды я действительно выбрался, но не один, а с женой. Паром вышел из Пирея вечером, а к пир Суханийского порта причалил рано утром. Такси доставило нас до большого, красивого, старинного здания митрополитического дворца. Рядом возвышалась более современная четырехэтажная постройка, епархиальный культурный центр. Там нас ждали, провели в гостевую комнату и сказали, что после того, как мы расположимся, можно пройти к митрополиту. Он ждет нас к завтраку. Владыка встречал нас в просторной кухне на первом этаже своей резиденции, где орудовал возле плиты. Он усадил нас за стол и стал прислуживать, подавая кофе, воду, свежайшие булочки и фрукты. Сам он за стол не садился, а наши попытки перехватить инициативу и поухаживать за ним, на корню отвергал. Оказалось, во всем просторном дворце он жил один, без слуг и келейников, занимая небольшую келью близ кухни. Остальные помещения предназначались лишь для официальных оказий. Еду ему привозили из женского монастыря во имя иконы Божьей Матери живоносный источник. Он сам ее разогревал и сам мыл посуду за собой и своими гостями. За неделю, проведенную в хане, мы кормились у владыки неоднократно. Всякий раз он подавал еду, накладывал все новые порции на тарелки, а по окончании трапезы убирал все за нами. Владыка оказался необычайно радушным хозяином. Когда есть мы уже совсем не могли, он в комическом отчаянии разводил руками. Ну вот, никакого послушания. Ни справа, ни слева. Сам владыка ел только сухой хлеб, который он размачивал в чашке с водой, и немного оливок. Когда мы с ним отправились на престольный праздник в близлежащее село, и после торжественной литургии были приглашены в местное кафе на общую трапезу, там в качестве главного блюда принесли жаркое из баранины. Митрополит Ириней, строгой монах, не стал протестовать, что ему не подали вегетарианских кушаний, но просто выбрал с общего блюда одну картофелину и потихонечку ел ее в течение всего обеда, от души радаясь празднику вместе со всей своей паствой. Вставал Владыка очень рано, а ложился позже всех, глубоко за полночь, после прямого молодежного радиоэфира, который он вел с пол первого до двух утра. Днем, в самые жаркие часы, когда вся Греция проваливается в сиест, и абсолютно безлюдные улицы городов кажутся вымершими, митрополит подтыкал подрясник за пояс, брал тяпку и шел работать в своем огороде и фруктовом саду. Владыка всегда пребывал в ровном, радушном и веселом настроении, сообщавшимся его гостям и собеседникам. Но он был не прочь и подшутить над ними. Помню, как он пригласил меня на англоязычную часть своего еженочного прямого эфира. Когда я зашел в студию, передача уже шла. Митрополит с группой молодежи обсуждал какой-то вопрос. Меня представили радиослушателем, а затем Владыка, не дав мне шанса опомниться, огорошил вопросом. Апостол Павел написал Тимофею, что все кретяне лжецы. Что вы думаете по этому поводу? А затем откинулся в кресле и с удовольствием стал смотреть, как я буду выпутываться из этого не совсем ловкого положения. Я ответил, что апостол процитировал языческого поэта, говорившего о кретяных язычниках, а когда жители острова просветились светом Христовой истины, то оставили прежние заблуждения и языческие нравы и дали церкви множество святых. Более того, никто иной, как критский епископ Андрей обогатил мир образом покаяния, облеченного в строке его великого канона. Мне кажется, что владыка остался доволен моей оценкой его родного острова и его земляков островитян. Познакомились мы там и с нашими бывшими соотечественниками, понтийскими греками, духовными чадами владыки. Те поведали о своей первой встрече с этим удивительным архипасторем. Тогда они только-только переехали на историческую родину из Узбекистана. Их поселили в Хании. Приспосабливаться оказалось очень сложно. Язык они знали совсем плохо, денег не было, работы тоже. Их окружал совершенно чужой мир. Муж с утра уходил на биржу труда в надежде на любую самую грязную работу, а жена оставалась дома с детьми, не зная, удастся ли растянуть остатки мизерного пособия на оставшуюся часть месяца. Так приходилось тяжело, говорила она, что даже не хотелось жить. В один из таких моментов в дверь постучали. Хозяйка открыла. Перед ней стоял пожилой, седобородый священник в простой черной рясе. Женщина была совершенно не церковной, но все же пропустила его в дом. Священник заговорил об ее проблемах, спросил, чем может помочь, что и важнее всего, заверил, что все образуется, оставил некоторое количество денег и ушел. У дверей соседнего дома стояла хозяйка. «А вы не знаете, кто этот священник?» спросил у него понтийка. «Да это же наш митрополит», ответила соседка. Обещанная архиереем помощь прибыла. По его рекомендации нашлась работа и жизнь стала устраиваться. Лишь потом женщина узнала, что владыка регулярно обходит самые бедные кварталы города и собирает информацию обо всех, кому нужна помощь, а затем организует ее. Чтобы никого не смущать при этом и не привлекать к себе внимания, он не надевает панагию, появляясь просто как анонимный священник. Кстати сказать, женщина этого церковилась и даже стала проповедовать Христа окружающим ее людям. Не всегда ей это удавалось. Как-то доказывала она существование Бога одному упертому атеисту, хозяину ресторана, в котором тогда работала. Но ее аргументы на него не действовали. «Вот бы вам поговорить с нашим владыкой», сказала женщина. «А когда мне с ним говорить? Ресторан заканчивает работу не раньше двух ночи. Покуда все приберут, и я могу запирать дверь уже около трех, а с утра опять на работу». Понтийка передала слова атеиста митрополиту. «Скажите вашему знакомому, что я жду его завтра в три часа ночи», сказал этот удивительный человек. Но это все лишь предисловие к рассказу о том чуде, которое произошло в женском монастыре Хрисопии, живоносный источник, расположенном в окрестностях Хания. Том самым, откуда владыки привозили еду и где он так любил бывать и служить. Монастырец особый, со своими обычаями и традициями. Например, все сестры в постриге там получают имена, начинающиеся со слова «сеос», то есть «бог». «Сеодора», «Сеофила», «Сеозула», «Сеоксения», «Сеология» и так далее. Помню, как сестры водили нас с женой в скит, недалеко от монастыря. Мы поднялись в гору, спустились с другой стороны и очутились в окруженной скалами громадной чаши с красной почвой и нечастыми зелеными деревьями. В долине, казалось, изолированной от всего мира, царила удивительная, можно сказать, звенящая тишина. В то закатное время, когда мы там оказались, не было слышно ни звука, ни шороха, ни скрипа. Хруст, треснувший под ногой ветки, казался взрывом. Человеческий голос прозвучал бы святотатством. Мы подошли к небольшой, прижавшейся к скале церквушки и замерли в этой тишине, стараясь даже не дышать. Время остановилось. Был только красноватый свет на красной почве и особенное чувство Божьего присутствия в торжественном, радостном, пронизанном молитвой безмолвие. Сестры рассказывали, что они несут тут дежурство по очереди, и что побывать и помолиться тут для каждой из них особая честь и особая радость. Затем мы пошли назад в монастырь, где нам показали местные святыни. Особенное внимание привлекла большая старинная храмовая икона Успения Божьей Матери. Увидев, что мы надолго остановились перед образом, сестры поведали его историю. Оказывается, некоторое время назад икону, особо любимую и почитаемую населенцами монастыря, украли из храма во время службы. Митрополит Ириней сказал, что такая святыня не может пропасть, и велел сестрам усилить молитвы. Спустя примерно год с монастырем связался один голландец, представился коллекционером и сказал, что недавно купил икону Успения критского письма, но сразу стал чувствовать какое-то внутреннее беспокойство, не только не покидавшее его, но все время усилившееся. Он понял, что икона, наверное, краденая, и стал искать ее по каталогам, ну и довольно быстро нашел. И вот он теперь звонит в монастырь, чтобы достовериться, действительно ли такая икона ему принадлежала. Сестры подтвердили, да, так оно и есть. Коллекционер тут же сообщил, что не хочет держать у себя краденого, и готов немедленно сумму, за которую он ее купил. Сумма оказалась весьма солидной, у монастыря столько и близко не имелось, а к тому же почему сестры должны были возвращать деньги за то, что принадлежало им по праву и было украдено. По благословению владыки, игумене передала все эти соображения голландцу, и по всей епархии стали возносить сугубые молитвы о возвращении найденной иконы. Прошло еще некоторое время, и голландский коллекционер вновь позвонил в монастырь. «Вы знаете», сказал он, «я не могу более держать эту икону у себя». Она плачет. «Приезжайте и забирайте ее без всяких денег. Скажите, кто за ней приедет, и я куплю билет этому человеку». В Голландию полетел митрополит Ириней. Голландец так проникся, что купил два билета на обратный рейс. «Пусть икона летит в отдельном кресле, как полноправный пассажир, а не в багажном отсеке», заявил он. Однако, у представителя авиакомпании, как всегда, имело свое особое мнение. Они сообщили, что крупногабаритному грузу, то есть иконе, не положено лететь в салоне, и что хочешь или не хочешь, но ее нужно сдавать в грузовой отсек. Владыка с болью в сердце подчинился, но тут произошло новое чудо. Грузовой отсек на этом обычном рядовом рейсе вдруг оказался настолько переполненным, что икона просто туда не влезала, и ее принесли назад Владыке. Так она, как того и хотел ее временный хранитель, полетела назад в пассажирском салоне в своем отдельном кресле. В аэропорту города Хани вновь обретенную святыню встречали крестным ходом. С тех пор она не покидала монастыря. А митрополита Иринея в 2007 году избрали архиепископом Гераклеонским и всего Крита. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, пятая глава, пятнадцатой и шестнадцатой стихи. Ежедневная жизнь После столь долгого отступления вернемся к плавному течению афонской повседневной жизни. У каждого из монахов есть свое послушание, которое назначает ему игумен. Интересно, что алтарниками, экклезиархами и канонархами, то есть, в афонских монастырях обычно назначают молодых послушников, которые только-только пришли в монастырь. Понятно, что это одно из самых почетных послушаний. То есть, с одной стороны, молодым приятно, что им выпадает такая честь, а с другой это имеет педагогический смысл, потому что вновь прибывшие сразу приучаются ходить на все службы, выучивают их порядок и глубоко вникают в их смысл. В разных монастырях утреннее богослужение начинается по-разному. По нашему времени от половины второго до половины четвертого и продолжается, соответственно, до половины седьмого, половины девятого утра, когда заканчивается литургия. В греческих монастырях каждый монах обычно причащается три раза в неделю, и поэтому за всякой литургией много причастников. После богослужения монахи расходятся выполнять послушание и около полудня, если это не постный день, собираются на завтрак. Потом обычно дневной отдых. Как и во многих жарких странах, сон на Афоне делится пополам. Немного ночью, немного в самое жаркое время дня. Затем опять послушание. Ближе к закату вечерняя, в течение примерно часа она идет, потом ужин. Если день постный, то это первая и последняя трапеза. Если скоромный, то обычно на ужин подают то же самое, что ели на завтрак, только уже холодное. После ужина повечеря. Когда стемнеет, ворота закрываются, и дальше каждый монах рассчитывает свое время сам, ведь есть еще индивидуальные келейные вечерние правила. И даже если служба начинается в полтретьего ночи, то монахи просыпаются не меньше, чем за два часа до этого, чтобы исполнить свою келейную утреннюю молитву. Под праздники служат всеночную, в самом прямом смысле этого слова. Она длится всю ночь. Самая длинная служба, на которую мне доводилось бывать, продолжалась часов шестнадцать. Великая вечерня началась примерно в восемь вечера, а литургия отошла после полудня. Но то был престольный праздник. Обычная же всеночная длится часов семь-восемь, то есть ночь это время, когда монахи, как считается, должны бодрствовать. В церкви обычно есть тассиди, стоячие кресла, где можно стоять, упираясь в подлокотники, иногда можно присесть на сиденье. Один из монахов ходит и смотрит, не заснул ли кто. Задремавшего он тихонько постукивает по плечу. Проснись, брат. Много раз я слышал на Афоне, что такая интенсивная молитвенная жизнь не проходит бесследно. Если человек все время проводит в церкви, если он все время молится, ежедневно открывает помыслы, если он, даже не будучи хорошим, все время стремится быть таковым, он не может не начать меняться к лучшему. Вкус хлеба. Сайвой. Еда на Афоне очень простая, постная. Сами монахи едят мало. По понедельникам, средам и пятницам полагается только одна трапеза в день, но для гостей устраивают дополнительную, после утреннего богослужения. На такой завтрак обычно подают травяной чай с хлебом и с чем-нибудь сладким. Хлеб из муки грубого помола пекут один раз в неделю или в 10 дней и едят, пока не кончится, и только после этого выпекают новый. Поэтому афонский хлеб, как правило, черствоватый. Но однажды я пришел на утреннюю трапезу, где на столах лежал свежеиспеченный хлеб, еще горячий. Кроме хлеба подавали чай и айвовое варенье. Я, как обычно, намазал хлеб вареньем, откусил и замер от ощущения потрясающей интенсивности вкуса. Настолько оно было неожиданным, хотя то были самые простые продукты. Мы привыкли в нашей жизни к простым вещам. Мы их не замечаем, совершенно не ощущаем их вкуса, не ощущаем радости, которую они нам приносят. Нам всегда хочется чего-то более сложного, изысканно утонченного. Но оно тоже быстро приедается. Мы стремимся к новому, и так без конца. Но та утренняя трапеза после нескольких недель жизни на Афоне как бы заново открыла красоту самых простых вещей. И надо сказать, что более вкусного завтрака у меня никогда в жизни не было. Афонская смерть Афонские монахи знают, что прибыли сюда на всю жизнь. Большая часть монахов годами, а то и десятилетиями, не выезжают с полуострова. Бывает, конечно, что игумен посылает их в мир с каким-то заданием, на время или на совсем, скажем, с миссионерской целью. Но каждый афонит мечтает жить и умереть в своем монастыре. К смерти на Афоне относятся спокойно. Мне довелось молиться на проводах скончавшегося монаха. Усопшего брата зашивают в узкий холстяной мешок с вышитой монашеской символикой. Гробов на Афоне нет. И потом в этом мешке опускают в могилу. На ней ставят простой деревянный крест с табличкой, указывающий имя покойного и дату его кончины. Чин отпевания довольно короткий, особенно в сравнении с другими афонскими службами. Кладбище при монастырях крошечное, всего по нескольку могил. Три-четыре. Объясняется это вот чем. Приблизительно через три года после смерти могилу раскапывают и останки почившего поднимают на поверхность. По промыслу божию, тела монахов, скончавшихся на Афоне, не обретают свойств нетления. При том, что в здешних монастырях громадное количество нетленных мощей со всего света, останки афонитов выглядят по-другому. Обычно через три года тело полностью разлагается и остаются одни лишь кости. Один из признаков святости почившего – цвет костей. Если они медвяно-желтого цвета, то считается, что монах особо угодил Богу. Если тело не разложилось полностью, его закапывают опять, и монахи усиливают молитвы за брата, чтобы Господь простил его пригрешение, а земля приняла его плоть. Тела самых больших грешников чернеют и распухают, но не разлагаются. Об этих единичных случаях вам расскажут в каждом монастыре. Поднятые скелеты омывают водой с вином и относят в косницу, расположенную обычно в подвале кладбищенского храма Парастаса. Кости складывают в аккуратные штабеля по размеру. Большие берцовые вместе, лучевые вместе, ребра вместе и так далее. Черепа кладут на полке редком. Головы игуменов обычно хранятся отдельно. В греческих монастырях надписаны только черепа игуменов. В русском Патилейменов монастыре надписана каждая голова. Как минимум на ней можно прочитать имя скончавшегося монаха и год его кончины. Часто там указано его послушание. Столяр, плотник, библиотекарь, огородник, врач и так далее. А иногда на черепе можно прочесть всю жизненную историю монаха, исполненную мелким каллиграфическим почерком. Родился тогда-то в такой-то губернии, в таком-то сословии, мирское имя такое-то, на Афон прибыл в таком-то году, послушником исполнял такое послушание, потом принял постриг, послушание стал исполнять другое, после схемы опять сменилось послушание, и все так до самой смерти. Ну, помню, увидел я один череп, на котором не было написано ни имени его обладателя, ни дат его жизни, и который словами, написанными на нем, обращался ко мне сквозь разделявшее нас поколение. Друже, что ты дивишься на меня? Когда-то я был таким же, как и ты, и когда-нибудь ты станешь таким же, как и я. Несмотря на столь обильную память смертную, афонские косницы не производят тяжелого или гнетущего впечатления. Наверху храм, в котором служат литургии, и пение доносится и до подвала, а в самом помещении висят и Петрахиль, и Кадила. Приготовленный и уголек с ладаном, зайдет священник, послужит литью, поминая всех здесь лежащих и повсюду православных. Я же, входя в разные косницы, не мог удержаться и приветствовал всех радостными словами. Христос воскресе, отцы и братья, Христос Анести, Патерес Кеательфи. И казалось мне, что всегда звучал ответ «Воистину воскресе Христос!» Алистос Анести. Ведь все они, и огородник, и врач, и эконом, и фотограф, и столяр, и библиотекарь, и повар, и иконописец, все вместе в одной и той же коснице родного монастыря, вкупе с живой и молящейся братьей, ждут последних дней, чают воскресение из мертвых и жизни будущего века. Чувашская рукопись На Афоне я многое узнавал о церковной жизни в России. Живя в эмиграции, я, по сути, совсем ничего не слышал о церковной жизни в провинции, о жизни простых верующих. Мне на всю жизнь запомнился разговор с одним молодым диаконом, поволжским Чувашом. В их семье все хранили верность православию. Он рассказывал о том, как в детстве он с матерью и другими братьями и сестрами ходил на богослужения. Ближайшая действующая церковь находилась в сорока километрах от их села. Автобусов не было, они шли пешком. Шли через снег, через непогоду. Выходили в пятницу утром и в субботу к вечеру добирались до места. Отстаивали в сеночную, ночевали у знакомых где-то вблизи от храма и на следующее утро отправлялись на литургию. Еще этот диагон показывал мне рукописные книжки, которые приготовила ему младшая сестра, когда узнала, что брат ее уезжает на Афон. Там был служебник по-чевашски, переписанный от руки, такие же рукописные псалтырь и часослов. Девочка хотела переписать весь Новый Завет, но услышала от кого-то, что Новый Завет по-чевашски уже издан библейским обществом и его легко достать за границей. Потом оказалось, что библейское общество Нового Завета по-чевашски тогда еще не издавало. Честно говоря, над этими общими тетрадками в клеенчатых обложках, над этими непонятными словами, написанными кириллицей, я прослезился. Это же настоящий подвиг веры, какой нечасто можно встретить в наши дни. Девочке было 16 лет. Я представлял ее себе, чем она могла бы заниматься. Куда-то ходить, как-то общаться со сверстниками, бегать на дискотеке, сидеть перед телеком или долгие вечера переписывать священные тексты, для того, чтобы брат на чужбине смог молиться на родном языке. Труд был исполнен шариковой ручкой, двумя цветами, красным и синим, очень ровным, красивым, хотя и детским почерком. Я помню из своего детства стараешься написать что-нибудь покрасивее. Первые строчки выходят загляденье, а дальше и буквы получаются кривоватыми, и помарки появляются, и строчки начинают приплясывать. Но в этих тетрадях все было не так. Почерк был красивый и ровный от начала до конца, а помарок не было вовсе. Дьякон рассказал, что после революции ничего из православной литературы по-чеварски не издавалось, поэтому дома, если служили на родном языке, пользовались либо обветшавшими дореволюционными книгами, либо копировали их от руки. Летчик-испытатель Другой монах рассказал мне о своем друге иеродиаконе из России. В миру тот служил военным летчиком-испытателем. Раз он проводил пробный полет на новой модели самолета, и вдруг самолет зашел в штопор и стал стремительно падать. Летчик был неверующим, никогда не задумывался о Боге, но тут, летя штопором вниз, неожиданно вспомнил, как бабушка в детстве рассказывала ему про святого Николая. Он успел проговорить про себя «Святой Николай, помоги!» И вдруг самолет развернул у самой земли, и он мягко сел на колеса. Летчик был в состоянии шока. Его вытащили из машины, он не мог ни согнуться, ни разогнуться. Через несколько дней после того, как он пришел в себя, он сказал, что будет служить Богу в церкви. Естественно, все его отговаривали, жена отказалась за ним следовать. Он ушел в отставку и принял монашество, разумеется, с именем Николай. Трудно ли стать монахом? Однажды, когда я уже в четвертый раз приехал на Афон, мой знакомый, московский предприниматель, довольно состоятельный человек, стал расспрашивать одного монаха греческого монастыря о его жизни. Москвичу, только начинавшему воцерковляться, все хотелось узнать, сложно ли быть монахом. На это монах, а он был принявшим православие французом из старой, хорошей французской семьи, монах этот ответил, что быть монахом очень просто, сложнее всего стать монахом, решиться на это. С тех пор, как он принял постриг, каждый день для него это праздник. Весь груз житейских забот с него снят. Он может спокойно размышлять о своей духовной жизни, разговаривать с Богом, служить ему, молиться в его церкви. Жизнь же вне монастыря намного тяжелее. Нужно думать о хлебе насущном, нужно кормить семью, а это постоянно отвлекает. Он сказал, что преклоняется перед подвигом тех христиан, которые живут в миру, и очень их уважает, потому что у него в этом смысле жизнь несравненно легче. Отец Максим Отец Максим Вообще на Афоне можно встретить монахов со всех концов света, из самых разных стран. Чтобы здесь остаться, человеку достаточно поселиться в одном из монастырей, и если его там примут, то на этом дело и заканчивается. Никаких особых требований или условий выполнять не надо. Однако желающих остаться на Афоне навсегда не так уж много. Дело в том, что жизнь здесь довольно тяжелая, и не каждый может это выдержать. Это постоянное недосыпание, недоедание, долгие службы, физический труд. Но вместе с тем, парадоксальным образом, этот образ жизни оказывается намного здоровее и полезнее, чем тот, который ведем мы, с нашей беготней, суетой, нервотрепками и проблемами. И большинство афонских монахов пребывает в хорошем физической форме, в том числе даже и те, кто уже дожил до преклонного возраста. Как-то мы с Джеффри Макдональдом решили подняться на вершину горы Афон, которой заканчивается полуостров. Это 2033 метра над уровнем моря. Причем нужно отметить, что гора начинается прямо от моря. Так что подниматься нужно все эти метры до одного. Начали мы подъем после обеда, так что поднявшись метров на 800, стали искать ночлег. Постучались в одиноко стоящую келью. Келья, так называется, хижина с домовой церковью, где обычно живут один-два монаха. И были встречены почтенного возраста старцем с густой белой бородой. Старец назвался Архимандритом Максимом и очень обрадовался, узнав, что я из России. Оказалось, что он когда-то давно стажировался в Московской Духовной Академии и с тех пор неплохо говорит по-русски. Отец Максим подвязался на Афоне уже без малого 50 лет, а в последние годы поселился в этой келье в поисках уединения. Принял он нас как родных, во время ужина не знал, чем еще попотчивать, открывая одну консервную банку за другой из своих совсем небогатых запасов. Наутро, после литургии, снабдив хлебом и оливками и показав дорогу, он отпустил нас на гору. Мы пошли налегке, оставив все свои вещи у него, чтобы забрать их на обратном пути. Подъем был довольно крутой, но за каждым поворотом открывались такие виды, что дух захватывало. Мы часто останавливались, передыхали, оглядывались, делали фотографии, читали молитвы и псалмы. Когда кончилась зона леса и горная порода стала выходить наружу, мы остолбенели. Это был сплошной белый мрамор. В конце концов вся растительность кончилась, и мы продолжили свое восхождение среди сверкающего на изломах белого мрамора. Ничего подобного видеть мне не приходилось. Я вдруг оказался в какой-то давно забытой русской народной сказке моего детства. А за тремя морями, за пятью лесами стоит касатик беломраморная гора. На вершине малюсенькая церковка, посвященная преображению Господню. Там служат все ночные литургии раз в год на этот праздник, а чуть выше этой церкви большой железный крест, венчающий гору. Мы немного посидели на камнях, обследовали окрестности, спели тропарь преображению и потихонечку пошли назад. Всего дорога туда и обратно до кельи отца Максима заняла у нас около шести часов. Где вы были так долго? Я уже начал было волноваться за вас, встретил нас старец. Надеюсь, ничего не случилось? Мы заверили его, что все в порядке, просто поднялись и спустились. Ну, тогда вы, наверное, вычислили там на вершине всеночную, предположил отец Максим. Иначе где бы вы пропадали так долго? У меня эта дорога занимает ну, не более двух часов. Граф Джузеппе Бывали случаи, когда уже решившие остаться на Афоне люди отступали назад. По пути с Афона мы с Джеффри проезжали через Рим, где познакомились с замечательным старым православным архимандритом отцом Гермогеном из русских эмигрантов. В младенчестве его вывезли из России, вырос он в Польше в период между двумя войнами. Тогда Польша была в других границах и значительная часть населения исповедовала православие. Отец Гермоген пережил войны, оккупации, беженства, многочисленные переселения, покуда в конце концов не осел в Риме, где служил в греческой церкви и пел на клиросе в русской. Мы попросились на ночлег, и он поселил нас на квартире своего духовного чада, православного итальянского аристократа, ну скажем, графа. Сам граф отсутствовал, как всегда летом он отдыхал в своем поместье в Апулии. Граф работал профессором древнего римского права в Римском университете. Квартира нашего хозяина была типичным обиталищем православного интеллигента холостяка, с толстым слоем пыли повсюду и паутиной по углам. Разумеется, там имелся стандартный набор книг православного интеллигента Шмеман, Менидорф, Лоский, Флоровский, преподобный Максим Исповедник, Ава Дорофей, святитель Григорий Палама и так далее и репродукция икон византийского и древнерусского письма. То есть вполне типичная обстановка в любой стране можно найти такую квартиру у соответствующего православного хозяина. Я бывал в очень похожих на эту квартирах в Нью-Йорке и в Париже, в Монреале и в Лондоне, в Будапеште и Афинах и даже в маленьком городишке в центре Техаса. Но разумеется, в каждом из таких обиталищ есть свои отличительные черты. Отличительной чертой квартиры нашего отсутствующего хозяина было то, что в ванне от воды било электричеством. Я с дороги залез в душ и вдруг почувствовал, что меня довольно чувствительно дергает. Звоню отцу Гермогену спросить, все ли в порядке, а он говорит, да, забыл предупредить, вы душем не пользуетесь, это опасно, проводка барахлит, граф все никак не может починить. Да как же он моется? А он к тете ходит душ принимать, она же ему и стирает. Отец Гермоген поведал мне историю этого человека, назовем его Джузеппе. Джузеппе очень любил ездить на Афон и хотел стать афонским монахом. Но отец Гермоген все не благословлял его на этот шаг. В конце концов итальянец собрался и уехал без благословения духовного отца. Поселился на Афоне в одном из монастырей, стал послушником, прожил так около года, очень ревностно выполнял все правила и послушания и радовался такому повороту в своей жизни. А потом через год игумен ему сказал, а теперь, Джузеппе, готовься, завтра вечером будет твой постриг. Джузеппе Джузеппе всю ночь не спал. Думал про свою тетю в Риме, думал о своем поместье в Апулии, о маме, которая в этом поместье живет, еще о чем-то. Утром, как только расцвело, он собрал чемоданчик и назад в Рим. Можно еще добавить, что в конце концов граб Джузеппе все-таки стал монахом, но не афонским. Сейчас он игумен небольшого православного монастыря на юге Италии. Честные разбойники С самим же отцом Гермогеном в Италии произошла замечательная история, можно сказать, из коллекции анекдотов. Он жил на окраине Рима в маленькой двухкомнатной квартирке на первом этаже, очень-очень скромно, с минимальным набором мебели. При этой квартирке у него был миниатюрный зеленый садик, где радушный хозяин любил принимать гостей. Единственное, что у него имелось ценного, это древний наградной наперстный крест тонкой ювелирной работы, исполненной из серебра с камнями. Это был подарок давно покойного духовника батюшки, и потому очень ему дорогой. И вот как-то раз отец Гермоген возвращается к себе домой и видит, что дверь раскрыта настиж, в квартире все перевернуто, ясно, побывали грабители. Первая мысль хозяина была о кресте, и он побежал скорее к тумбочке, где тот лежал. Тумбочка была открыта, пустой ящик выдвинут. И вдруг батюшка видит, на столе лежит крест, а под ним толстая пачка денег. Грабителей нет. Видимо, это оказались настоящие итальянские взломщики, которые, поняв, что попали к священнику, оставили деньги в знак извинения за причиненное неудобство и удалились. Такие вот благородные разбойники. Внук Толкиена Когда паломники заходят в любой греческой, в том числе и афонской монастырь, первым делом они попадают в привратное помещение, так называемый архондарик. Там всегда дежурит монах архондаричный. По афонскому обычаю архондаричный прежде всего предлагает вам подкрепление. Стакан холодной воды, кусочек рахат-лукума или ложечку варенья, стопку ароматной виноградной водки и чашечку сладкого кофе. Это непреложный закон. Такой набор подается путнику всегда, в любое время года, как в скоромные, так и в постные дни, кроме разве что Великой Пятницы. И только после этого начинается разговор. Если вы остаетесь в монастыре на ночь, вам предлагают записаться в толстой гостевой книге. Имя, фамилия, имя отца, год рождения, вероисповедание, страна и город, профессия. Вечером одно из любимых развлечений афонских паломников читать гостевую книгу и искать там земляков и знакомых. Всякий раз, найдя знакомое имя, радуешься, как будто вживую встретил близкого человека. Помню, как мы с Джеффри Макдональдом впервые пришли в Ставра Никиту и в Архандарике разговорили с молодым англичанином, который как раз уходил из монастыря, пробыв там положенные сутки. Он очень заинтересовался, узнав, что я из России. В 1982 году почти невозможно было встретить свободно путешествовавшего русского. Много расспрашивал меня о нашей стране, о русском православии. После получасовой беседы он ушел, а мы стали записываться в гостевой книге. Из нее мы узнали имя и фамилию нашего недавнего знакомца. Саймон Толкиен, сын Кристофера Толкиена, то есть внук великого английского сказочника. Джеффри, страстный поклонник писателя, долго не мог найти себе место от огорчения. Ему так и не удалось поговорить с этим парнем и узнать от него что-нибудь новое о его знаменитом деде. Впрочем, на Афоне бывают и многие другие, куда более известные люди. Часто туда приезжает, например, Олен Вивьен, бывший министр иностранных дел Франции и активный борец с тоталитарными сектами. Регулярно бывает на Святой горе английский принц Чарльз. Говорят, что у него есть своя келья в сербском монастыре Хиландаре и другая в монастыре Ватопеде. Рассказывают об одном русском паломнике, которого хиландарские отцы попросили помочь с пилкой дров. В напарнике ему назначили долговязывал сухопарого англичанина, чье лицо показалось ему смутно знакомым. Через какое-то время он припомнил, что много раз видел своего сотрудника по телевидению и с изумлением понял, перед ним наследник британского престола, тот самый принц Чарльз Уэльский. Известный всему миру человек, с удовольствием исполнял тяжелое монастырское послушание. Кстати, уже сейчас, после катастрофического пожара в Хиландаре в 2003 году принц Чарльз пожертвовал громадную сумму денег на восстановление обители. Да, совсем неожиданных людей часто можно встретить на Афоне. Швейцарский монах. Одним из самых долгосрочных моих афонских знакомств стало знакомство с отцом В. Тогда монахом монастыря Ставроникита, который впоследствии стал моим афонским домом. Дело в том, что разрешение «The Ammonitarium» на пребывание на Афоне выдают на четыре дня. Эти четыре дня паломник может находиться на Святой Горе и пользоваться гостеприимством любого монастыря. Дольше можно остаться, если один из монастырей поручится за паломника перед Кенотом и согласиться принимать его в качестве монастырского гостя. В мои вторую и третью поездки на Афон именно Ставроникита стараниями отца В. продлевал мои базовые четыре дня до месячного пребывания. Мне там даже отвели свою отдельную кельнику в помещение под крышей небольшой башни. Узкие бойницы смотрели на три стороны света, а четвертая стена была глухой. Монастырь стоит на скале на берегу моря, так что мне видно было воду со всех сторон. Я ставил в каждую бойницу подымящиеся антикомариной спирали и так проводил свои поздние вечера. Так что до сих пор запах горящей спирали, теперь их повсюду продают и в России, вызывает у меня воспоминания о поздней молитве, крохотной каменной келье и никогда не стекающем звуке прибоя. Но все это было потом. Когда я ехал на Афон в первый раз, мне порекомендовали познакомиться с монахом В, швейцарцем, в совершенстве владеющим русским языком. Я дошел до Ставра Никиты, спросил отца В и узнал, что он в отъезде. Отбил на две недели поработать в библиотеке в другом афонском монастыре. Ну, не удалось, так не удалось. Я был настолько переполнен впечатлениями и встречами, что тут же забыл об этом. Через несколько дней я ехал на катере, направляясь в монастырь Деонисиад. Рядом со мной на лавке сидел монах с окладистой русой бородой, интеллигентным бледным лицом и кротким взглядом голубых глаз. Он поинтересовался, откуда я, и, узнав о моем русском происхождении, сразу же перешел на русский, на котором он говорил мастерски, с едва заметным даже не акцентом, а каким-то слишком тщательным для обычного носителя языка выговором. «Так вы, наверное, отец В?» спросил я наугад. Так оно оказалось. Это была типичная афонская встреча, которую устроил сам Господь. В результате я не доехал до Деонисиада и сошел с отцом В на пристани монастыря Григориат, где и провел следующие два дня. Этот монастырь и продлил мое пребывание на Афоне в тот раз до двух недель, из которых я пробыл десять дней. Отец В широко образованный человек, швейцарец из города Базеля, обратившийся в православие в ранней юности. Помимо родного немецкого, он в совершенстве владел еще французским, русским, сербским и греческим языками, сносно говорил и бегло читал по-английски и по-итальянски. Разумеется, владел латынью. Когда отец В изучал русский, он стажировался в университете имени Патриса Лумумба в Москве. Он уже был монахом и всегда ходил только в духовном платье. Я представляю себе то впечатление, которое он производил на тогдашних москвичей. Это было в середине 70-х годов, когда священника в рясе на улице увидеть было просто невозможно. И на обычный контингент учащихся университета, сыновей африканских князьков, бойцов Организации Освобождения Палестины, латиноамериканских коммунистов и прочее. В какой-то мере для него то пребывание в СССР было подвигом исповедничества. Этот разносторонне одаренный человек, в числе прочего, занимался и иконописью и сам написал икону преподобного Нила Сорского для изданной им книги критического издания трудов преподобного на греческом языке. Переводы и комментарии также были выполнены им же. В Ставрониките бытовала история про то, как отец В, закончив перевод с одного неродного языка на другой неродной, дал просмотреть свой труд монаху-греку, специалисту по греческой филологии. Через несколько дней тот вернул рукопись с рядом красных карандашных пометок и исправлений. Отец В внимательно изучил их, а потом, поймав этого монаха за рукав, стал объяснять ему. Вот видите, вы отметили эту глагольную форму как ошибку, но именно так она использовалась в 17 веке на Кипре. Вы написали, что не знаете такого существительного, но оно было в ходу в 17 веке в Фессалии и тому подобное. Так, тихим голосом, не поднимая глаз, отец В разобрал все возражения своего ученого-собеседника. А вот и другая история о нем. Однажды прошел слух, что в Ставрникиту приедет Митеран, тогдашний президент Франции. Монахи решили подшутить над вечно сидящим в библиотеке отцом В и прибежали к нему со словами «Отче, Митеран уже приехал и очень просит вас выйти и поговорить с ним. Передайте ему пожалуйста мои извинения и скажите, что я слишком занят», ответил ученый. Мое знакомство с отцом В продолжилось перепиской и дальнейшими встречами на Афоне. Сейчас он в Сане Игумена возглавляет небольшой монастырь в Германии. Насельники монастыря, главным образом ученые и монахи, занимаются научной, миссионерской и просветительской деятельностью. Отец Паисий Благодаря отцу В я познакомился с одним из наиболее известных современных греческих старцев отцом Паисием. К сожалению, в памяти осталось очень мало от этой драгоценной встречи. Постараюсь вспомнить все по порядку. В один из дней это был мой третий визит на Афон в июне 1984 года отец В предложил мне пойти к отцу Паисию. Я согласился с радостью, но не без трепета. Когда мы шли вдвоем по направлению кельи-подвижника, трепет усиливался, в голову лезли мысли. Вот приблизимся мы к нему, он глянет на меня и грозно скажет, зачем сюда привели этого неисправимого грешника? Гоните его отсюда. Мы подошли к маленькому белому домику на пригорке, обнесенному высокой оградой. На калитке висел замок. От двери домика до калитки была протянута проволока. Отец В позвонил в колокольчик. Очевидно, кто-то нас из окна увидел, так как из двери высунулась рука и повесила на проволоку ключ, который тут же, повинуясь закону тяготения, съехал вниз к калитке. Мой спутник отпер замок, и мы вошли. Поднялись на пригорок и сели на скамеечку сбоку от двери. Почти сразу же к нам вышел хозяин, невысокий, сухонький монах с курчавой седоватой бородой. Одет он был в типичный для Афона выгоревший на солнце холщовый застиранный подрясник, давно утративший свой первоначальный черный цвет, и безрукавку поверх него. Я поразился, что отец Паисий совсем не выглядел глубоким стариком. Ласково улыбаясь, он приветствовал нас. Взгляд у него был, я даже сказал бы, застенчивый. В руках старец держал поднос с сокращенным вариантом типичного афонского угощения, двумя стаканами прохладной воды и кусочками рахат-лукума. Отец рассказал отцу Паисию обо мне. Услышав, что я из России, батюшка обрадовался, сказав, что его старец был русским и что он всегда счастлив слышать об обращении к Богу молодежи из атеистических семей. Это доказывает, что в России вера возродится, и он всегда молится об этом. Сейчас я почти забыл весь свой греческий, практики нет, но тогда худо-бедно мог объясняться и почти все понимал. Конечно, помогало то, что я несколько лет подряд проводил по месяцу в греческой среде. Так что разговор я старался вести на греческом, время от времени прибегая к помощи отца В. Но это сыграло и свою отрицательную роль. Я слишком концентрировался на языке, и поэтому большая часть содержания беседы вскоре оказалась почти стертой из моей памяти, хотя сама беседа была довольно долгой. Я говорил с отцом Паисием около сорока минут, а затем еще около часа сидел в сторонке и ждал, пока отец В получит от батюшки ответы на все свои вопросы. Впрочем, никаких особенно сложных вопросов я не задавал. Говорили мы о вещах вполне обыденных, как сказали бы сейчас, базовых. В числе прочего, я спросил у старца его мнение о том, становиться ли мне монахом или продолжать искать супругу. Он ответил, что не может решить это за меня, но что решение я должен принимать поскорее. Вот сколько вам лет, спросил он. Я ответил, что 29. Лучше принять решение до 30, сказал старец. Чем позже, тем будет сложнее и принимать решение, и затем придерживаться его. В 31 год человеку нужен один сильный толчок. И тут старец, улыбаясь, довольно сильно подпихнул меня, так что я чуть даже не слетел со скамейки. Толчок, чтобы его подвигнуть в правильном направлении. В 32 два толчка, в 33 три и так далее. Женился я в итоге только в 37 лет. В ответ еще на один мой вопрос, не помню какой, батюшка пошутил о состоянии своих зубов, действительно имевших далеко не лучший вид. Наверное, он никогда не ходил к дантисту. Когда мы встали, чтобы проститься, старец зашел в свою келью и вынес оттуда небольшие четки. В 33 зерна собственной вязки. Несколько лет я не расставался с ними, но потом, к большому моему горю, они потерялись в одном из путешествий. Может быть, на то была воля Божия. Когда мы спустились к калитке, то увидели там человек 10 разновозрастных паломников-греков, терпеливо ждавших, не пожелает ли отец Паисий их принять. Это, в общем-то, все, что я могу припомнить о встрече с отцом Паисием. Намного яснее, чем само содержание разговора, в памяти держатся ощущения от него. Радость, свет и тепло. Белая стена кельи, залитый солнцем пригорок, пряный запах трав и улыбающееся, полное любви и участие лицо старца. Послушник Афанасий Когда я приехал на Афон в третий раз, то почти весь месяц прожил в Ставроникитском монастыре, который знал еще по предыдущим визитам через его насельника, швейцарского монаха, отца В. Игумен монастыря, отец Василий, тоже был мне знаком, и я знал, что смогу у него исповедоваться, так как он говорил по-французски и даже немного по-русски. Знал я и почти всю немногочисленную братью. Ставроникита небольшой монастырь, рассчитанный примерно на 20 человек, и братья это очень по-доброму относилось ко мне. Но на этот раз я застал в монастыре новое лицо. Послушник Афанасий, австралийский грек, прибыл на Святую Гору за несколько месяцев до меня, было ему лет 25, и он только-только начал отращивать бороду. Она была еще совсем короткой. Нас сблизили возраст, я был всего на пару лет постарше, и английский язык, которым он владел лучше, чем родительским греческим. Мы много беседовали о духовной жизни, несколько раз отправлялись в длительные прогулки по окрестным холмам. Помню, он продемонстрировал мне второй, кроме обычного поясного, вариант малого поклона, принятый в монастыре, кланяющийся до земли, но исходное положение тела, колено преклоненное. Семнадцать лет спустя, в 2001 году, я вновь прибыл на Афон. Конечно, мне хотелось повидать своего старого приятеля и узнать, что с ним стало. Однако, когда мы со спутником, московским предпринимателем Сергеем, дошли до Ставроникиты, оказалось, что Афанасия там никто не помнит. Много лет назад игумен с группой монахов перешел в Иверский монастырь, восстанавливать там общежитийный устав после почти двух столетий особного жительства, и почти половина братьев Ставрониките сменилась. Остаться на ночь нам не удалось. Небольшой монастырь был полон. Пришлось отправляться в Иверон. Дошли мы довольно быстро, но и тут нас ждала неудача. Монах-привратник очень ласково и приветливо сообщил, что в монастыре, увы, ремонт. Число спальных мест в Архандарике сокращено, и остаться мы не можем. Солнце стремительно клонилось к закату, и нужно было что-то быстро решать. Я попробовал найти Афанасия, вдруг он составит нам протекцию, но на мой робкий вопрос привратник сообщил, что монаха с таким именем у них не значится. Мы вышли на дорогу перед воротами монастыря, присели на лежащие там бревна и задумались. Дойти куда-нибудь мы уже не успеем. Можно было попытаться вызвать так называемое монашеское такси и доехать до Пантелеймена. Сережа стал названивать со своего мобильника, но соединения не было. Положение начинало делаться неприятным, как вдруг из ворот вышел пожилой грек и поинтересовался, что мы тут делаем. Выслушав нашу грустную историю, он сказал, чтобы мы не валяли дурака и не тратили время у привратного монаха, послушание которого и состояло в сокращении паломнического потока, а шли сразу в Архандарик, где договориться о ночлеге будет куда легче. Мы восприняли нашего доброхода как посланного в ответ на наши молитвы ангела и вновь вошли в ворота монастыря. Архандаричный оказался монахом среднего возраста с заметной сединой в длинной черной бороде. Он неплохо говорил по-английски, но легкий греческий акцент все же чувствовался. Предложив нам традиционный кофе, воду, ракию и лукум, стоявший тут же на столе в огромной миске, он выслушал нашего заступника и согласился принять нас на ночь. Не выказывая особого энтузиазма, монах начал записывать наши имена в толстую книгу жизни. И тут я спросил его, не встречался ли ему австралийский послушник Афанасий. «А откуда вы его знали?» неожиданно спросил монах, пристально вглядываясь в меня. Я объяснил. «Точно, точно, теперь я вас припоминаю», сказал мой собеседник. «А вы меня не узнаете?» «Я и есть тот самый Афанасий. Только теперь меня зовут иеромонах Паисий. Добро пожаловать в наш монастырь». Датчанин Как-то, едучи на катере из одного монастыря в другой, я разговаривался с соседом по лавке, светловолосым паломником средних лет. Он оказался датчанином, учителем средней школы. Узнав, что я на Афоне уже две недели и собираюсь пробыть еще столько же, попутчик вздохнул. Какой вы счастливый, что имеете такую привилегию. Я ведь не православный и могу пробыть тут лишь четыре дня. Каждый год я езжу сюда на четыре дня уже много лет подряд. И ради этих четырех дней я живу весь год. Я хожу на все службы, стою в притворе, где многое слышно. В афонских монастырях, поясняю, инославным не позволяется присутствовать на богослужениях. В храмы можно заходить лишь в небогослужебное время. Датчанин продолжает. Я захожу в храмы, стою в притворе, где многое слышно, и молюсь, как умею. Как я мечтал бы стать православным? Но живу я на небольшом острове, где нет ни одного православного, а на всю Данию один единственный православный храм в Копенгагене за много часов пути от моего острова. А как можно быть православным и не жить церковной жизнью? Я рассказываю своим ученикам о православии, «А когда мы однажды поехали на экскурсию в столицу, я повел их в храм, чтобы они увидели живое православие, а не знали бы о нем только из моих рассказов. Мы зашли в удивительную по красоте церковь, но нас тут же оттуда выгнали, сказав, что неправославным в храме делать нечего. Я понимаю, что такое поведение не имеет ничего общего с настоящим православием, но детям это было очень сложно объяснить. Поэтому, наверное, лучше, чтобы они знакомились с православием по книгам, чем в живую. Как вы считаете? Я был поражен верой и смирением этого человека. Вспомнились слова Христа о женщине Сира Финикиянке, что в Израиле он не находил такой веры. Надеюсь и уповаю, что молитвы моего попутчика были услышаны, его мечта исполнилась, и он стал православным христианином. Ведь теперь в Дании уже три православных прихода. Два в Копенгагене и один в Орхусе, плюс монастырь на небольшом острове. И, может быть, этот смиренный учитель смог перебраться поближе к одному из них. О кроликах, котятах и кувшине с молоком. Каких только паломников не встречал я на Афоне. Из каких только стран туда не приезжают. Можно говорить об особом притяжении православия, которое испытывают многие люди иных религиозных традиций. И зачастую это притяжение срабатывает. Срабатывает через Афон. С некоторыми встреченными на Святой Горе паломниками у меня завязались длительные отношения. Об одном из таких людей я хочу сейчас рассказать. Когда мы с Джеффри Макдональдом автостопом добирались от Лунна до Афона, то на самом последнем этапе нашего долгого пути от Салоник до Уранополиса пришлось купить билеты на автобус и пересесть на платный транспорт. Иначе последующие несколько десятков километров по проселочным дорогам мы добирались бы неизвестно сколько. В автобусе мы заметили молодого итальянца, о чем-то допрашивавшего водителя. Правда, совершенно безуспешно, потому что оба говорили лишь на своих родных языках. Поскольку сразу после эмиграции из Москвы я провел четыре месяца в Италии в ожидании американской визы и сколько-то итальянского успел набрать, а сейчас, спустя пять лет, что-то еще помнил, то вмешался и предложил свои переводческие услуги. Так мы познакомились с Марко, с тех пор ставшим одним из самых близких моих друзей. Вот они, афонские подарки на всю жизнь. Живет Марко в сорока километрах к северу от Милана в городке Инду-Наулона, совсем недалеко от швейцарской границы. Марко был благочестивым римокатоликом, впервые услышавшим о православии и решившим отправиться на Афон, в самую его сердцевину, чтобы получить информацию, так сказать, из первых рук. Мы с Джеффри стали первыми православными, с которыми он познакомился. С тех пор интерес Марко к православной вере не ослабевает, хотя позиции свои он не сдает без самого тщательного исследования. Помню, как после одного жаркого спора Марко, обозначив точку на ладони, сказал, предположим, мы тут. Потом он обозначил другую точку, а Бог тут. Далее он провел прямую между двумя точками. Православие приводит нас к Богу так. Затем он провел между этими же двумя точками извилистый и длинный зигзаг и с надеждой взглянув на меня спросил, как ты считаешь, но хоть так попасть к Богу у нас, у католиков, есть шанс? Как и в разговоре с датским учителем, я был тронут смирением и верой моего друга. Конечно, резонно задать вопрос, почему он так и не стал православным. И тут встает очень важная проблема инкультурации. Для многих, даже теоретически согласных с правотой православия, оно остается чужой, русской, греческой, румынской, ну и так далее, верой. Да, этим народам больше повезло, рассуждают такие люди, им открыта полнота истины. Но у нас есть собственный путь, следуя по которому спасались наши предки. Принять православие для них равносильно измене собственной традиции, обычаям, обрядам, впитанными с молоком матери. И чем больше человек связан со своими корнями, тем сложнее ему сделать этот шаг. Американцу это легче, чем европейцу, а особенно такому европейцу, как Марку, не просто итальянцу, но жителю Ломбардии. И не просто Ломбардии, но и северного горного края, всей толщей бесчисленных поколений, связанных с этой землей. Марку знает своих предков на много поколений назад. Все они были ревностными Рима-католиками. Да и сейчас вся его семья и весь круг его друзей и общения тесно связан с тамошней активной церковной жизнью. Весь этот груз, к сожалению, делает принятие Марку православич чрезвычайно проблематичным. Но, с другой стороны, невозможное человеком возможно Богу, тем более, что Марку к своей христианской вере относится очень серьезно и по части чистоты жизни, молитвы и добрых дел может служить примером для весьма многих. Познакомившись с Марку в автобусе, мы вместе доехали до Уранополиса, вместе поужинали в придорожной забегаловке, вместе переночевали на пляже в своих спальных мешках, а затем рано утром погрузились на катер и отправились на Святую Гору. Когда истекли полученные им четыре дня, Марку, потрясенно увиденным, отбыл на родину, пригласив нас погостить у него, когда по пути назад мы будем проезжать через его края. Пробыв месяц на Афоне, мы доехали до Патроса, где навестили моего однокурсника по Свято-Владимирской Академии, он был греком и проводил лето у родителей. Оттуда на пароме прибыли в Бриндизе и неспешно автостопом поехали на север, в Рим, Умбрию, Тоскану, который является Милан. Все это время я практиковал свой полузабытый итальянский и кое в чем преуспел. Во всяком случае, дней через десять, когда мы доехали до Милана, устную речь я уже понимал довольно свободно и болтал, хоть и весьма неграмотно, но бегло. В Милане мы купили телефонные жетоны и стали звонить Марку. Но тут вышла заминка. Пожилая женщина, ответившая на мой звонок, явно говорила по-итальянски, но при этом я ровно ничего не мог понять. Переспросив несколько раз и убедившись в безнадежности затеи, я стал отлавливать англоговорящих прохожих. Найдя подходящего человека, я попросил его провести переговоры вместо меня. Оказалось, что на звонки отвечала бабушка Марку, коренная ломбардка, умеющая говорить лишь на местном диалекте, разительно отличающегося от стандартного языка. К счастью, мой переговорщик тоже оказался из тех же краев и понимал диалект. Все в конце концов разрешилось, через пару часов в Милан приехал Марку и забрал нас к себе домой. Он жил с родителями в просторном, хотя и еще недостроенном доме на северной окраине своего городка у самого подножия Альп. Отец его, полжизни проработавший в типографии, только что вышел на пенсию и, построив свой дом и заведя натуральное хозяйство, с наслаждением работал на земле. При доме был большой фруктовый сад, огород, птичник и крольчатник. Мать Марку с большим удовольствием подавала на стол собственную продукцию. Сам наш новый друг учился на юридическом факультете Миланского университета, а сейчас летом помогал родителям по хозяйству. Семья была дружная и очень гостеприимная, приняла нас как родных. Мы прожили у Марку дня три, во время которых он ежедневно возил нас по окрестностям, показывая местные достопримечательности и знакомясь со своими многочисленными друзьями. Меня итальянцам представляли как Сашу, всем очень нравилось такое экзотическое русское имя, почему-то с женским окончанием, А. А Джеффри у них проходил как Гофредо, итальянский эквивалент имени Готфрид, вариантом которого является Джеффри. Вот тут и произошла забавная история, которую я хочу рассказать. С солнечным утром Джеффри сидел на пороге дома и гладил пушистого белого кролика, уютно разместившегося у него на коленях. Эту идиллическую сцену заметил отец Марко, проходивший мимо. «Гофредо!» обратился он к моему другу. «Я вижу, ты любишь кроликов?» «Да, очень люблю», ответствовал Джеффри. «Отлично», подытожил старый итальянец. «Сегодня вечером приготовим жаркое из крольчатины». На следующее утро сцена развернулась почти такая же. На пороге сидел Джеффри и играл с сереньким котенком, громко мурлыковшим свою песенку. Проходивший мимо по своим хозяйственным делам отец Марко жизнерадостно его приветствовал. «Доброе утро, Гофредо!» «Я вижу, ты любишь котят?» «Нет, ничуть не люблю», в панике завопил Джеффри, спихивая котенка с коленей. Закончить же эту историю я хочу пересказом бытующего в семье Марка Придания о чудесной помощи его прабабке, которая удивительным образом перекликается с ранее рассказанной истории о критском митрополите Иринеи. Дело было во второй половине девятнадцатого века. Сравнительно молодой женщиной, оставшись без мужа, прабабушка Марко чрезвычайно бедствовала и дошла до такой нищеты, что больше ей нечем было кормить пятерых маленьких детей. Оставив их дома, мать пошла в соседнее село попытаться раздобыть какой-либо еды, хотя знала, что и там надеяться ей не на что. Но возвращаться домой и смотреть в глаза голодным детям было невыносимо. В глубоком унынии шла она тропинкой посреди поля и вдруг ее посетила мысль о самоубийстве. После смерти мужа жизнь ей стала не мила, а детям она все равно помочь уже не сможет. Слезы потекли по лицу несчастной вдовы, взгляд ее затуманился, и она не заметила, откуда в открытом поле появился хорошо одетый господин, шедший к ней навстречу. В деревенской местности все друг друга знают, но этот молодой мужчина с небольшой бородкой был несомненно чужаком, но при этом он говорил на варианте ломбардского диалекта, который знали лишь жители тех мест. Незнакомец участливо спросил, отчего она плачет, и когда молодая крестьянка рассказала ему о своем горе, велела возвращаться домой к детям, заверив, что помощь придет. «А то, о чем ты сейчас думала, великий грех», вдруг добавил он, «впредь не допускай этих мыслей до себя, и никогда не оставляй надежду на Бога, имя которому любовь». Пораженная прозорливостью незнакомого молодого человека, вдова развернулась и побежала домой. На крыльце она увидела большой кувшин с молоком и несколько буханых хлеба. Вечером того же дня ей предложили выгодную работу, и дела ее стали выправляться. Прабабушка моего друга до конца дней своих верила, что ей явился сам Господь, и веру свою передала детям и внукам. Из баптизма в православие А вот мой давний друг и свидетель многих из этих встреч Джеффри Макдональд пришел в православие долгим путем поисков и исследований. Наверное, об этом тоже стоит рассказать. Джеффри, американец шотландского происхождения из старинного клана Макдональдов по рождению, разумеется, принадлежал к Пресвитрианской церкви, Национальной церкви Шотландии. Родители его были не слишком церковными, но все же по воскресеньям вводили детей на службу и в приходскую школу. Джеффри с детства отличался от своей родни. Отец его считался весьма успешным менеджером, да и в семье была весьма сильна предпринимательская жилка, а старший сын, тихий и книжный мальчик, главным смыслом жизни видел служение Богу. В 15 лет Джеффри обратился в баптизм, увидев там искренне и горячо верующих людей. Он ничего не делал наполовину и, окончив школу, поступил в самый известный баптистский библейский университет, где решил специализироваться на новозаветной археологии. После второго курса Джеффри поехал в Палестину, где все лето проработал на раскопках. И тогда он впервые задался вопросом, А когда же началось отпадение верующих от библейских принципов, о котором говорили его учителя? Он решил провести собственное исследование, каковым было первое поколение христиан после написания Нового Завета. Так Джеффри познакомился с посланиями ученика святого Иоанна Евангелиста, священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, одного из первых христианских богословов, принявшего мученическую кончину в царствовании императора Трояна. Епископа Игнатия арестовали в его родном городе, это было в 107 году, после Рождества Христова. Тогда он уже был весьма преклонным возрасте, и вот из его родного города в вузах повлекли его в Рим, чтобы бросить на растерзание львам на арене цирка. По пути святой Игнатий писал послания церквам в тех городах, через которые его проводили. Джеффри придирчиво проштудировал эти письма и убедился, что по духу они ничем не отличаются от библейских текстов. Он перешел к следующему поколению и стал читать писания священномученика Поликарпа епископа Смирнского, младшего современника святого Игнатия, также казненного римскими властями на арене цирка, но уже в его родном городе Смирне. Это произошло в 155-156 годах, когда священномученику Поликарпу было 86 лет. Проконсул предложил святому Поликарпу похулить Христа и идти с миром. «86 лет служу я ему», отвечал Поликарп, и никакой обиды не претерпел от него. «Как же я могу похулить царя моего, который меня спас?» В писаниях святого Поликарпа вновь, даже самому придирчивому взгляду, придраться было не к чему. Этот мученик ни в чем не отходил от библейского духа. Джеффри познакомился и с трудами святого Юстина Мученика, первого христианского философа, интеллигента, который, получив блестящее образование, искал высшую мудрость по всему свету и нашел ее в христианстве. Он был казнен в Риме при императоре-философе Марке Аврелии где-то между 162 и 168 годами. Далее мой друг стал читать труды священномученика Иринея Леонского, малоазийского грека, ученика святого Поликарпа, который уехал в далекую Галию и стал там епископом, миссионером и богословом. Он принял мученицкую кончину в 202 году. И опять все эти писания были образцами библейской мысли, библейской веры и библейского духа. Кстати сказать, мой друг и сейчас говорит, что писания святого Иринея Леонского, направленные против современных ему еретиков-гностиков и защищающие священное предание и апостольское преемство, до сих пор являются лучшим аргументом против протестантского видения разделенной церкви. Так, шаг за шагом, молодой баптист дошел до сегодняшнего дня, до писания свидетелей Игнатия Бринчанинова, Феофана Затворника и современных православных богословов, и убедился, что библейская традиция, что предание, предание, естественно, с большой буквы, никогда не прерывалось и живет в единой и единственной исторической церкви Христовой. Так он стал православным, наконец завершив свои поиски церкви, в которой истинно служат Богу. Когда его принимали в церковь, ему нарекли имя Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. Нужно сказать, что у Джеффри Серафима на всю жизнь сохранились характерные для искренних баптистов честность и щепетильность, качество, которым мы, православные, зачастую относимся, увы, весьма небрежно. По обращению в православие ему оставалось доучиться еще год в баптистском университете. Ситуация осложнялась тем, что все студенты при поступлении давали обязательство на все время обучения отказаться от употребления спиртного под угрозой изгнания из университета. Но в американских православных церквах запивка после причастия всегда состоит из вина с кипятком, и, принимая ее, Джеффри нарушал свое обещание. Поэтому он направился к ректору и подал ему докладную о том, что в силу изменившихся обстоятельств в его жизни он не может более исполнять данный пункт обязательства, о чем формально ставит ректора в известность и оставляет дело на его усмотрение. К чести ректора нужно сказать, что он позволил Джеффри закончить курс, а тот, за оставшийся в университете год, обратил в православие нескольких своих однокурсников. Сейчас он живет в маленьком городке в Техасе с женой, обратившейся в православие нью-йоркской еврейкой, кстати сказать, смешанного белорусско-румынского происхождения, и пятью детьми, воспитывая их дома, без телевизора и школы. Родители обучают детей по особо разработанной ими программе, давая гораздо более широкий охват знаний, чем в обычной американской школе, но зато без все проникающей идеологии политкорректности, разврата и консюмеристского американизма. И растут маленькие Макдональды несравненно более развитыми и воспитанными, а главное целомудренными, чем их американские сверстники. Разумеется, не мыслят они своей жизни без церкви, хотя ездить до ближайшего храма приходится в 70 миль, то есть примерно 110 километров. Но каждую неделю ездит неукоснительно, на всеночную и на литургию, после которой Джеффри ведет миссионерскую воскресную школу для взрослых. Несмотря на такую неамериканскую жизнь, мой друг вовсе не воспринимает себя ненавистником своей родины. Он патриот своей страны, любит ее и желает ей добра. Дети прекрасно знают американскую историю, историю своей семьи на много поколений назад, а что касается краеведения, то они дадут фору любому местному специалисту, ибо объездили и облазили в округе все, что только представляет хоть малейший интерес. Именно благодаря своему патриотизму Джеффри так переживает из-за происходящих в Америке перемен, превращающих ее из страны, основанной на христианских принципах, в острие антихристианского тарана современной глобалистской цивилизации. Чтобы противостоять этой всепроникающей тенденции, особый упор в обучении детей мой друг делает на гуманитарных науках. Дети углубленно изучает литературу и историю, современные и древние языки. Занимается музыкой с преподавателями и спортом в районном спортивном клубе. Для лучшего восприятия истории Джеффри подбирает для них исторические романы по разным эпохам. Оказывается, в XIX веке в Англии их писалось множество. И таким образом исторические персонажи для детей оживают. Живут они по американским меркам очень скромно, в дощатом, довольно старом домике, без особых технических приспособлений, но зато с множеством книг, которые все активно задействованы в жизни семьи. Как сейчас, помню удивительную для Америки, да и для современной России картину в доме моего друга, которую я застал, навещая его несколько лет назад. Проснувшись рано утром, я вышел в гостиную. Джеффри с женой еще спали. Грудная малышка тоже спала в колыбельке в их комнате. В гостиной на диване сидели двое старших детей, пятнадцати и двенадцати лет, уткнувшись в свои книжки и читали их, а двое младших, шесть лет и четыре года, под их присмотром тихо, чтобы не будить родителей, играли на полу. Устраивает Джеффри семейные конкурсы, викторины и даже конференции. Раз в год проводит толкиновские чтения. Книги английского сказочника продолжают быть любимыми в семье. В связи с этим я вспоминаю еще одну весьма характерную историю про своего друга, также демонстрирующую удивительные черты его характера. Была у него пленка с записью чтения Толкиным одной главы из «Хоббита». Как-то уже в Москве году в девяносто третьем я вспомнил об этом и написал ему с просьбой выслать мне копию. Но тут Джеффри обычно столь обязательный и замолчал. Напоминаю, что это было еще в доинтернетную эпоху. Бандероль с кассетой пришла, но не раньше, чем через полгода. В сопроводительном письме Джеффри сообщил, что пытался купить мне кассету, но не смог ее достать, так как она уже была издана много лет назад и давно разошлась. Тогда он связался с фирмой-производителем и попросил позволить ему скопировать пленку в одном экземпляре для друга из России, гарантируя, что я не буду использовать ее в коммерческих целях. Многие ли из нас обратили бы внимание на такую мелочь, но жизнь состоит из мелочей, и Джеффри старался отвечать за себя и за свои слова в каждой из них. Не о таких ли людях сказал Господь? Добрый и верный раб, ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина моего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 20 стих. Первый пост. А вот и другой рассказ, совсем не столь поучительный, об ином новообращенном. Сейчас он известный священник православной церкви в Америке. Назовем его отец Майкл. Он обратился в православие, когда учился в Европе. Майкл окончил университет, факультет протестантской теологии в Германии и направился в докторантуру в Париж. Он давно интересовался православием и в столице Франции наконец был принят в церковь. Это было незадолго до начала Великого Поста и новообращенный православный с большим энтузиазмом начал поститься. Весь пост он соблюдал строго по уставу, ходил на все службы, причащался на преждеосвященных литургиях и почти ничего не ел. И вот, наконец, наступила Пасха. Майкл, ощущая особую радость от осознания того, что он сделал все как надо, выставил всю службу, причастился и, покачиваясь от слабости и усталости, направился было домой. Но тут его перехватила веселая компания из детей русских эмигрантов первой волны. «Миша, дорогой, поехали к нам разговляться!» Первым делом его всунули в стакан, полный до краев ледяной водкой, и заявили, что по-русски, по-православному, разговление нужно начинать с этого, а пить залпом. Майкл сделал, как ему было сказано, и тут же упал от резкой боли. Вызвали скорую, его отвезли в больницу с прободением язвы желудка, оперировали, пролечили, но поститься с тех пор он не может по медицинским показаниям. Все это было крайне полезным для воспитания во мне смирения. Улыбается теперь отец Майкл. Кальвинистский пастор И, наконец, история, связанная с обращением еще одного моего хорошего знакомого голландца. Назовем его Тео Вандер Хаек. Тео был сыном кальвинистского пастора из города Гааги. С детства он помогал отцу, играл на органе в его церкви. Когда мальчику было около 15 лет, он впервые поехал в Париж. Гуляя по улицам французской столицы, он заметил необычное церковное здание, зашел туда и оказался в русском православном храме. Службы не было. На скамеечке сидел седобородый старец в черной рясе, который ласково поздоровался с юным голландцем. Так Тео познакомился с замечательным русским архиереем, епископом Александром Семеновым-Тяньшанским, кстати сказать, сыном знаменитого путешественника и первооткрывателя. Вскоре Тео принял православие с именем Иоанн в честь святого евангелиста Иоанна Богослова и стал духовным чадом владыки. Отец, хоть и был недоволен выбором сына, не стал ему препятствовать. Знаменитая западная терпимость. И Тео, закончив университет, дальнейшее образование получал уже православное, Свято-Владимирская духовная академия, аспирантура, докторантура. С отцом моего друга я познакомился много позже, когда Тео заканчивал докторантуру в Соединенных Штатах. Диссертацию он писал о преподобном Симеоне Новом Богослове. А я проезжал через Голландию по пути в какую-то из балканских стран. Тео, который в то время проводил каникулы на родине, пригласил меня переночевать у них. На пороге дома меня встретил бодрый и улыбчивый старичок, который, пожимая мне руку, спросил по-английски с сильным голландским акцентом. Скажите, а вы тоже тринитарий? Поскольку это был первый вопрос, заданный мне после того, как Тео сказал ему мое имя, а также из-за его акцента, я сразу, что называется, не въехал и переспросил, что он имеет в виду. «Вы тоже верите в божество Христа?» перефразировал свой вопрос старичок. «Да, конечно, я тринитарий», ответствовал я. «Вот у мой сын такой же», широко улыбаясь сообщил мне пастор, «а я унитарий. Забавно, правда?» Тут мой ум вновь отказался зарегистрировать его слова, и я, решив, что ослышался, опять попросил его повторить. «Я не верю в божество Христа», громко и как-то радостно информировал меня отец моего друга. Действительно, в его доме не было ничего, что напоминало бы о профессии его хозяина. Все-таки пастор как-никак. Ни креста, ни картины на библейскую тему, ничего. Только на лестнице, в узком витражном окне, переливалась всеми цветами радуги шестиконечная еврейская звезда. Тут я немножко понял ту готовность, с которой Тео обратился в православие. В нем сын пастора впервые познакомился с настоящим христианством. Сейчас он профессор в Свято-Сергиевском Богословском Институте в Париже. Как мы мешаем людям приходить в православие? Чтобы закончить эту тему, расскажу еще о двух обратившихся в православие людях, которым не помешал даже крайне неудачный опыт их первого знакомства с нашей церковью. Один мой знакомый православный англичанин когда-то, много лет назад, впервые приехал в СССР. Он тогда почти ничего не знал о православии, а о России у него было самое романтическое представление. Достоевский, доктор Живаго, Рублевская Троица и так далее. Стоял конец лета. Москва казалась почти пустой. Мой знакомый бродил по улицам, смотрел по сторонам и всему радовался. Вдруг он увидел православный храм с приоткрытой дверью. А ведь в то время большинство московских храмов, как и по всей стране, были, что называется, недействующими. Англичанин зашел в дверь и натолкнулся на полную даму в засаленном синем халате, моющую пол. Она стала сердито на него кричать, тесняя его к выходу. Языка он не понимал совсем и, чем вызвано ее раздражение, уразуметь не мог. По-русски он знал всего лишь три слова и решил употребить сразу два из них. «Христос воскреси!» воскликнул он, широко улыбаясь, разгневанной даме. «Нет!» отрезала она, выпихнув его на паперть и хлопнув дверью ему в лицо. Это было третье, тогда известное ему русское слово. Впрочем, столь неласковый прием не вызвал у него обиды. Дома, в Лондоне, он отыскал православный храм и вскоре стал членом церкви. Похожая история случилась другим моим знакомым, православным американцем по имени Марк и произошла она у него на родине в Соединенных Штатах в городе Сиэтле. Как-то он заметил на улице здание весьма необычной архитектуры. Его шпили почему-то были увенчаны куполами странной луковичной формы. На фасаде он прочитал, что это православная церковь, деноминация, о которой он до этого ровно ничего не слыхал. Из любопытства он зашел внутрь и понял, что попал на службу. Внутреннее убранство этой церкви поразило его своей необычностью. Все пространство посередине было пустым, столь привычные скамейки отсутствовали. Впереди мерцало тусклое золото стены из священных изображений. Они виднелись повсюду, на стенах, на специальных подставках, но стиль их был Марку совершенно непривычен. Молящихся в краме он вообще не заметил. Может быть, там и было несколько человек, но они не запечатлелись в его памяти. Невидимый хор, очевидно, он размещался наверху, пел странные, совершенно неземные мелодии. Прошел бородатый священнослужитель странной парчевой накидки, кодя весь храм по окружности. Но, несмотря на эту пустоту, мой знакомый явно ощутил божественное присутствие в этом храме. Так он стоял, не зная, где находится, на небе или на земле, как вдруг увидел древнюю старушку. Тяжело опираясь на свою палочку, она зашла в храм и направилась к иконам. Поцеловав ту, которая была помещена на центральном столике со скошенной крышкой, старушка стала прикладываться к изображениям, висевшим на стенах храма. Видно было, что ходить ей трудно, но она продолжала свой многосложный паломнический путь. Обойдя все иконы, старушка направилась прямо к моему знакомому, одиноко стоявшему посреди пустого храма. Когда она подошла вплотную к молодому человеку, тот широко улыбнулся ей и хотел было поздороваться, но она довольно ощутимо ударила его своей клюкой по ногам и сказала с резким русским акцентом «Это мое место!» Таково было первое знакомство Марка с православием. Оно тоже с весьма благополучным концом. Через пару лет он принял церковное крещение. Монастыри и подвижники Вернемся на Афон. Его административное устройство уникально и не имеет аналогов в мире. Вся территория полуострова распределена между двадцатью монастырями. Монастыри равноправные субъекты Афонской Федерации, но при этом соотносящиеся друг с другом в строгом дептихиальном порядке. Первенство чести имеет самая старая Афонская обитель Великая Лавра. Второй монастырь Святой горы Ватапет. Последний в списке из двадцати Кастамониту. Наш Пантелеймонов монастырь на предпоследнем месте. Сербский Хиландарь на четвертом. Болгарский Заграф на девятом. Правительство Афона Протат состоит из двадцати представителей Для удобства они выбирают внутри себя пятерых текущее правительство Афона. Представители этих монастырей живут в столице полуострова Кореи. Ежедневно заседают в Протате и решают текущие вопросы. Каждый год пятерка меняется. Так что через четыре года правительство полностью обновляется. Правительственная печать состоит из пяти частей. То есть каждый из представителей должен соединить свою часть с другими. А если этого не произойдет, то печать не сложится и документ не получит законной силы. Для принятия особо важных решений собирается общий совет, то есть представители всех монастырей. Основная административная единица на Афоне это монастырь. Каждый из упомянутых двадцати монастырей обладает своей территорией. Кроме того, на их территории могут находиться скиты, которые статусы монастыря не имеют. Скит это самостоятельное образование, автономное, в управление которым монастырь не вмешивается, пока там сохраняется преемственность. Но если скит опустевает, то монастырь имеет право создать новый устав и заселить скит новыми монахами. Были ситуации, когда скиты на территории монастыря делались намного крупнее, чем сам монастырь. Например, в начале двадцатого века русский Андреевский скит с числом монахов около восьмисот был намного больше, чем тот монастырь, на территории, которого он находится. Далее есть келии. Келия в афонском понимании называется небольшой монастырь. Обычно в келии не больше пятнадцати монахов, в среднем же человек пять-восемь, но может быть и меньше. Следующая единица афонского устройства называется калива. Калива это домик без храма, расположенный на арендованном монастыре клочке земли, где живет отшельник или монах с одним или двумя учениками. Но есть и отшельники, которые живут вовсе без дома, в пещерах, в том числе даже и на отвесных скалах, куда добраться можно только карабкаясь по подвешенным цепям. Этих отшельников так просто не увидеть, потому что они стараются не попадаться людям на глаза. А ведь на Афоне есть еще и некоторое число исключительных подвижников. Во многих монастырях вам расскажут об обнаженных отцах, уединенных живущих в пещерах на недоступном скалистом южном окончании полуострова и долгие годы не имеющих никаких контактов с людьми, кроме избранного брата, приносящего им причастия. Так что даже и всю одежду износили уже. Непременно расскажут и о том, как какие-нибудь дотошные немецкие туристы случайно забрели в одну из таких пещер и увидели там следы скудного жилья, но не нашли обитателей. Потом они, дескать, рассказали об этом ближайшем монастыре, взялись продемонстрировать эту пещеру, на вершине горы Афон мы с Джеффри обнаружили нечто подобное, даже не пещеру, а щель между двумя глыбами мрамора. Там лежала соломенная подстилка, а рядом стояла железная бочка с ржавой водой, в которой плавал полиэтиленовый мешок с листьями салата. Когда мы спускались, мы встретили жителей вершины, сравнительно молодого, черная борода, монаха, в стареньком выцвешен подвяснике. Он поднимался наверх, неся глиняный кувшин с питьевой водой, ближайшая к вершине питьевая вода на уровне 1200 метров, то есть 800 с лишним метров ниже. Мы попросили его благословения, спросили его имя, оказалось, монах Дамаскин, и предложили остававшиеся у нас хлеб и оливки, которую он к нашей радости принял. Вот такая мимолетная афонская встреча. Афонские кошки Официально считается, что на афонскую землю уже более тысячи лет не ступала нога женщины. Это почти что так. Известно, что грозный сербский властелин Стефан Душан, в XIV веке завоевавший Северную Грецию и включивший ее в свою империю, прибыл на афон со своей супругой, чтобы она могла поклониться собранным там святыням. Правда, сербскую царицу все время несли на носилках, так что формально на афонскую землю она не ступила. Во время турецкого ига Афон также неоднократно давал прибежище беженцам, в том числе, разумеется, и женщинам с детьми. В подобных случаях жили они, скорее всего, на ничейной земле, в границах Афона, но не доходя до территории первых монастырей. Известны и истории о современных феминистках, которые выскакивали на Светогорский берег из быстроходных катеров, подпрыгивали, притопывали несколько раз и быстро-быстро, пока не задержали, отплывали обратно. Главное, отметиться, что они нарушили унижающий женщин вековой запрет. За исключением этих и им подобных случаев женщин на Афоне действительно не было. Нет там даже и домашних животных женского пола, только кобели, жеребцы и мулы. Домашней птицы нет вообще. Куриные яйца привозные и дают их на трапезах лишь по праздникам. Но и тут имеется важное исключение. Кошки, которых на Афоне множество при каждом монастыре, очевидно и определенно принадлежат как мужскому, так и к женскому полу. Случилось ли так, потому что пол маленького котенка определить чрезвычайно трудно, или потому что кошка коту дорогу найдет всегда, не знаю. Но кошачья племя на Афоне присутствует, плодится и размножается. Наши пушистые домашние любимцы играют там очень важную роль, помимо ловли мышей и крыс, что само по себе уже немало. Монастырские мурки также истребляют ядовитых змей, которые на Афоне встречаются и даже время от времени кусают монахов и паломников. Мне довелось увидеть один из таких поединков. Я шел по тропинке позади монастыря Филофей, как всегда глазяя по сторонам. В последний момент боковым зрением я увидел что-то движущееся перед собой на дороге. Глянул и остолбенел. Под моей занесенной для очередного шага ногой извиваясь быстро ползла почти метровая толстая серая гадюка с геометрическим узором на спине. Я застыл на месте, но не успел еще понять в чем дело, когда послышалось громкое шипение и на змею откуда-то из-за кустов прыгнула кошка. Шерсть ее была взъерошена, хвост задан вверх и распушен. Зимья отдернулась и сделала выпад в сторону кошки. Пружиня на всех четырех лапах как мангуста, кошка отскочила назад и тут же перепрыгнула через ползучую тварь, которая прянула вверх, но поздно, кошка уже успела приземлиться. Еще несколько грациозных скачков, выпадов и контрвыпадов и пушистому зверьку удалось запрыгнуть за голову змеи, как бы оседлав ее и впиться зубами ей в шею. Теперь главное было не разжимать челюстей. Гадюка несколько раз мощно дернулась, поднимая кошку на воздух, но та держалась крепко и всякий раз приземлялась на все четыре лапы. Наконец змея затихла и кошка с урчанием приступила к своему обеду. Она все еще была очень возбуждена и я не стал мешать своей спасительнице наслаждаться вкусом Ожог В одном из предыдущих рассказов я писал об обнаженных отцах, самых строгих подвижников, живущих в недоступных пещерах и ущельях на южной оконечности Афонского полуострова и не имеющих никаких контактов с миром, кроме избранных братьев, доставляющих им причастие. Одежда их износилась и спасаются они в первозданном виде, подобно первым людям в раю. Как-то я шел вдоль берега с австрийским паломником и с воодушевлением рассказывал ему об этих удивительных аскетах, увидеть которых и приобщиться к их святости практически невозможно, разве что по особой милости Божией. Вдруг он прервал меня восклицанием «Так вот же они, обнаженные отцы», и указал в сторону моря, в водах которого плескалось несколько солидных бородатых паломников. Действительно, хотя некоторые паломники или даже вольные, то есть не прикрепленные ни к одному из монастырей монахи, позволяют себе окунуться в ласковое Эгейское море, купаться на Афоне запрещено. Не за этим сюда приезжают люди. Но иногда, особенно в жаркий летний день, море так и манит к себе. Не избежал и я этого искушения. Как-то в очень жаркий день, проходя с Джеффри мимо укромного безлюдного пляжа, я не выдержал и сказал ему, что пока никто не видит, собираюсь тут искупаться. Мой друг, хотя и обливался потом не меньше моего, проявил большую дисциплину и сказал, что в воду не полезет, но подождет меня на берегу. Не могу сказать, что совесть моя молчала, но я успокаивал ее тем, что другим-то ведь можно, вот и обнаженных отцов видели, но меня-то тут никто уж не увидит, и никому я соблазном не стану. Я быстро разделся и бросился в манящее прохладой море. Но не удалось мне проплыть и нескольких метров, как мою правую руку пронзила страшная боль. Впечатление было, как будто по ней изо всей силы ударили палкой. Руку парализовала, и она бессильно повисла. Благо, суша была совсем рядом. С трудом, в полуобморочном состоянии, я выгреб обратно к берегу и, шатаясь, вылез из воды. На всей внутренней стороне руки, от подмышки и почти до локтя, набухало огромное красное пятно, похожее на ожог. Что это было, я не знаю до сих пор. Вероятнее всего, какая-то громадная медуза, неизвестно, откуда взявшаяся и неизвестно, куда пропавшая. Странно и то, что я ее совершенно не заметил, ведь плаваю я всегда с открытыми глазами. Но вот свое незадачливое купание я заполнил надолго. Рука моя заживала дней десять. Вначале болела, потом чесалась, пока полностью не облезла кожа. Не знаю уж, символично это или нет, да и что сей символ мог бы значить, но ожог, сформировавшись, принял форму цифры девять или шесть, если поднять руку вверх. Щедрый дар. Самым первым в моей жизни афонским монахом я познакомился в Афинах за пару месяцев до того, как приехал на Афон. То была моя первая иммиграционная поездка. Когда впервые после четырех лет мне представилась возможность выехать из Америки, я недолго сомневался, куда я должен направиться в первый раз. Только что был завершен первый курс Академии, и я мечтал вживую увидеть те места, где зародилась моя новообретенная вера, то есть Святую Землю и Грецию. Времени у меня имелось два с половиной месяца, из которых я месяц отвел на Израиль, а остальное на Элладу. Денег было мало, так что путешествовать я планировал автостопом, ночевать либо у знакомых, либо под открытым небом, а питаться хлебом с помидорами и сыром, позволяя себе горячую пищу в ресторанчиках лишь через день. Я выправил себе международный паспорт беженца, гражданства у меня тогда никакого не было, взял взаймы у приятеля огромный оранжевый рюкзак на алюминиевой раме и спальный мешок, купил самый дешевый авиабилет до Афин и обратно и отправился в путь. Прилетев в Афины, в автобусе, помню, ведшим из аэропорта в город, я все приставал к соседу греку, скажите, а это правда Акрополь, скажите, а это на нем правда Порфенон. Так вот, прилетев в Афины, я увидел, что с мешком расположиться там негде, а знакомых у меня в этом городе не было. Промучившись бессонную, шумную, жаркую и душную ночь в студенческой ночлежке, я отправился на литургию, день был воскресным, в русский храм, замеченный мной в центре Афины накануне вечером. За литургией я причастился, а по ее окончанию подошел к настоятелю, архимандриту Тимофею, сейчас он игумен известного своей миссионерской и просветительской деятельностью Параклицкого монастыря, расположенного недалеко от Афин, и попросил у него помощи. Отец Тимофей отвез меня в русский старческий дом, есть такой в Афинах, и благословил там поселиться. В этом месте я познакомился с замечательными старушками, эмигрантками первой волны, уехавшими из России в первые послереволюционные годы. И хотя они по происхождению были гречанками с южных окраин империи, которых увезли в Грецию со всем молодыми, они на всю жизнь сохранили свою русскую самоидентификацию, любовь к покинутому Отечеству и великолепный русский язык, плод гимназического образования. С одной из них Рахилью, замечательной жертвенной христианкой, исполненной любви ко всем и всем служившей по имени Господи ее душу, я потом еще долго переписывался. А вечером в старческом доме меня познакомили с отцом Сергием, афонским монахом, также остановившимся там. Невысокого, сухонького, светловолосого иероскомонаха Сергия привезли в Афины делать операцию по поводу варикозных вен на ногах, профессионального заболевания духовенства. Весь вечер я слушал его рассказы об Афоне и о церковной России, откуда он уехал за несколько лет до меня. Отец Сергий попал в первую группу монахов, которую советское правительство согласилось выпустить на Афон, а греческое правительство согласилось впустить. Вся группа была из Псково-Печерского монастыря и поселилась в тогда совсем умиравшем Почелевенном монастыре в 1972 году, таким образом обеспечив сохранение преемственности обители. Билет в Иерусалим и обратно я купил на следующее утро, через два дня мне предстояло вылететь из Афин, а пока можно было еще познакомиться с этим городом. На завтра я поехал навещать отца Сергия в больнице. Он лежал в одной палате с другим монахом, греком, с черной бородой и воспаленными, сухими, беспокойными, видно, он сильно страдал черными глазами. Возле него на стуле сидел другой монах, строгательной невзностью, ухаживавший за ним. Отец Сергий обрадовался моему приходу. Я стал расспрашивать его о самочувствии, он сказал, что все в порядке, что операция назначена на завтра. Ночью он хорошо отдохнул и даже дал отдохнуть греческому монаху, смотрящему за больным собратом, подменив его. Сколько же вы спали, удивился я. Да более чем достаточно. Часа три. Да я ведь тут целый день ничего не делаю. Это вот когда выполняешь тяжелую физическую работу, требуется больше сна. Часа четыре или даже пять, ответил он. Мы прообщались около часа, а когда я стал прощаться с ним, он протянул мне несколько банкнот. Ты на чем сюда приехал? На автобусе? Возьми. Домой на такси поедешь. Провезут по всему городу. Я когда приехал сюда из Салоник, меня провезли по городу на машине. Красота. Прокатись тоже. Я стал отказываться от денег, которых у отца Сергия явно было совсем немного, но он был непреклонен. Сотвори послушание. Возьми. Тут уж противиться стало невозможно. Я принял его подарок. На самом деле этот дар меня потряс. Конечно, афонскому монаху отцу Сергию были безразличные городские виды. Но, наверное, он вспоминал свое детство и юность, когда для жителей небольшого городка, откуда он происходил, поездка на машине по центру большого города казалась неслыханным счастьем. И вот он решил подарить мне, молодому человеку, каким когда-то он был сам, такое счастье, отдав для этого выданные ему наличные расходы деньги. Увы, с этого щедрого дара началась и печальная история моего непослушания отцу Сергию. Возвращаться в старческий дом тогда я еще не собирался, подошла только середина дня, и у меня было намечено посетить еще несколько афинских достопримечательностей. Так что часть денег отца Сергия я потратил на большую порцию мороженого, а остальное отдал нищенке. Я выбрал Христа. Через некоторое время после выхода в свет афонских рассказов ко мне подошел один наш прихожанин, родом из Чувашия. Меня просили передать вам, сказал он, что несколько дней назад умер отец Сергий. Какой отец Сергий? Не понял я. Да отец Сергий, святогорец. Вы про него писали в своей книге, в рассказах про три дня и про бесценный дар. Так я узнал о дальнейшей судьбе своего самого давнего афонского знакомого. Оказалось, он вернулся в Россию в 1984 году, вскоре после нашей краткой встречи во время моего третьего афонского визита. Некоторое время он прожил в родном ему Псково-Печерском монастыре, в той самой пещерной кельи, где в XIX веке жил ныне причисленный к лику святых иероский монах Лазарь Затворник. В 1985 году отец Сергий получил назначение в Чувашию, где прослужил пять лет в селе Мишуково, а затем еще 17 лет в городе Шумерля, где выстроил храм во имя преподобного Серафима Саровского. Близо этого храма он и похоронен. Отец Сергий не оставлял своей сердечной пастырской заботой всех, и дальних, и близких. К нему съезжались люди не только из Чувашии, но и из соседних регионов. И для каждого он находил и доброе слово, и нужный совет. Никто не уходил от него неутешенным. Очевидцы рассказывают, что к нему тянулись не только люди, но даже и звери. Кошки и собаки бегали за батюшкой с тайкой. Жил он в маленьком домике при храме, в саду, куда зимой и летом слеталось большое количество птиц. Их сладкоголосое пение вспоминает все посетители отца Сергия. Кто-то из прихожан привез из Москвы мою книжку и спросил у батюшки, помнит ли он меня. Он ответил, что помнит, и улыбнулся. Впрочем, тогда он уже готовился ко встрече со Христом. Вот что пишет о последних днях афонского монаха его духовный сын. Семидесяти лет батюшка Сергий был на покое. Жил он по афонскому распорядку. Ночью не спал, и у него до самого утра горел свет. Сам он говорил, я каждую ночь на Афоне бываю и каждую ночь служу там литургию. Даже когда сплю, я вижу Афон. Ведь к чему в жизни человек прилепляется, к тому и во сне стремится. Идет он, бывало, отдыхать и говорит, ну, пошел я в Иерусалим. А днем принимал всех нуждающихся в его помощи. Ему пришлось исповедовать тысячи людей. За две недели до смерти на вопрос, за кого голосовать на предстоящих выборах, он задумчиво сказал, а я уже выбрал Христа и загадочно улыбнулся. Схиархимандрит Сергий Маркелов тихо скончался 17 ноября 2007 года, месяца не дожив до своей 79-летней годовщины. Мне очень жаль, что не довелось встретиться с отцом Сергием на родине при жизни. Слишком поздно узнал я про то, что жили мы всего в нескольких часах езды друг от друга. Но все же он успел услышать обо мне, вспомнить меня и, надеюсь, помолиться за меня. Вечная ему память. Четыре дня Когда я планировал свою первую поездку на Афон, я совсем не представлял себе, что я там увижу. Я думал о нескольких монастырях, которые можно будет обойти за пару суток, и оставил Афон на самый конец своего первого полуторамечного путешествия по святым местам Греции. Я рассчитывал пробыть там четыре дня, но, конечно, все вышло иначе. Афон оказался громадным полуостровом, около 80 километров длиной и от 8 до 12 шириной. Причем, речь идет о километрах, если мерить линейкой по карте, а когда идешь пешком, горными тропами, они, естественно, удваиваются, если не утраиваются. Машин тогда почти что совсем не было, так что максимум, на что можно было надеяться, это подгадать и проплыть часть пути на катере, раз в день, проходящем вдоль берега. Имелось два таких катера, один в одну сторону, а другой в другую. Посетителям предлагалось арендовать мула и ездить на нем с проводником, но у меня не было ни возможности, ни желания прибегать к такому экзотическому способу передвижения. Приезжать на Афон на три дня это почти что не приезжать вовсе, потому что успеешь увидеть разве что самую малость. Двадцать монастырей, плюс множество скитов, келей. Сейчас там можно проехать на машине, наняв так называемое монашеское такси с водителем. Тогда же машин не было, старенький автобус довозил от пристани до столицы Афона маленького поселения Кариес или Корея по-русски. Там собственно и кончалась единственная грунтовая дорога и соответственно путь для колесных средств передвижения. В Корее прибывшим выдавали специальный внутренний паспорт Диамонитириум, который на время путешествия по Афону делался основным документом паломников. Дальше можно было передвигаться как вздумается, но в каждом монастыре, куда вы заезжали, по предъявлению Диамонитириума, монастырь на сутки предоставлял вам кровь и питание. Можно было договориться остаться и дольше, но разрешение изначально давалось всегда на четыре дня. Афон меня потряс. Естественно, я отказался от всех остальных моих планов и оставался там десять дней, сколько только мог. Я просчитал все по часам. Утром уезжаю на катере с Афона, потом пересаживаюсь на автобус до Солоник, оттуда ночным автобусом еду в Афины, где наутро попадаю на свой Нью-Йоркский рейс. В аэропорт я прибывал за два часа до отправления, то есть все сходилось до последнего мгновения. Уезжать не хотелось страшно, но делать было нечего. Последнюю ночь я провел в Пантелееменовом монастыре. Утром перед прибытием катера я зашел попрощаться с отцом Сергием, который уже давно вернулся из Афин и даже не вспоминал о своей операции. И тут отец Сергий говорит, а зачем ты уезжаешь-то? Останется еще дня на четыре. Я ответил, что очень хотел бы остаться, но не могу, так как у меня на завтрак билет на самолет до Нью-Йорка. Отец Сергий повторяет, да послушай меня, оставайся на четыре дня. Я снова ответил, что не могу, хотя уезжать мне совсем не хочется, что у меня на душе кошки скребут, что он разрывает мое сердце, что если я свой самолет пропущу, то билет, самый дешевый билет до Америки, пропадет, и вернуться мне будет не на что. А в это время начинается учебный год, и вообще, ну, отец Сергий, да вы не понимаете, тут Афон, тут все по-другому, а там вот мир, там самолеты летают по расписанию, опоздавших не ждут и билетов не возвращают. Понимаете, отец Сергий, да? Но отец Сергий со странной настойчивостью снова и снова повторял при четыре дня, на которые я должен остаться. В конце концов, я не выдержал. Ну все, отец Сергий, до свидания. Вот мой катер, я пошел, надеюсь, еще вернусь, и мы с вами увидимся. Прыгнул на катер и уехал. В Салониках я сел на ночной автобус, а после многих задержек приехал в Афинский аэропорт. Весь смыленный, с опозданием несусь к своему самолету, подбегаю к регистрационной стойке и вижу, висит большое объявление о том, что началась забастовка авиадиспетчеров и все полеты на четыре дня отменены. Возвращаться на Афон не было ни денег, ни специального разрешения. Так что четыре дня я сидел в Афинах, пыльном, душном, жарком городе и думал о своих грехах. Старый и новый Афон. Как уже упоминалось, на Афоне я был четыре раза. Первая поездка, о чем я уже писал, состоялась в 1981 году. Всего тогда я пробыл на Святой горе десять дней. На следующий год, 1982, я поехал туда уже на месяц с Джеффрием Макдональдом. За это время мы с ним обошли 19 из 20 монастырей, кроме Кастамониту, много скитов и келей, и взошли на вершину горы. В 1984 году я вновь вернулся на Афон, но уже один. Теперь мне больше никуда не хотелось съездить, и весь этот месяц я провел в основном между двумя монастырями Ставра Никитой, где я жил больше 20 дней, и Пентилеевым монастырем, где я провел около недели. На все остальные перемещения и визиты у меня ушло три-четыре дня. В четвертый раз я приехал на Афон только в 2001 году, на сей раз впервые как житель России вместе с приятелем, московским предпринимателем, в первый раз попавшим на Святую Гору. На Афоне, уже новым, с дорогами, машинами, электричеством и телефонами, мы прожили восемь дней, в течение которых посетили монастырей десять. Надеюсь, Господь попустит вернуться на Святую Гору еще не один раз. Дядя Вася Для въезда на Афон в восьмидесятых годах нужно было сначала подать прошение в Министерство Северных Территорий, отделение которого располагались в Солониках, а потом дожидаться несколько дней. До сих пор это правило сохранилось, правда сейчас все значительно упрощено и разрешение можно получить в курортном городке Уранополисе непосредственно перед въездом на Афон. Но тогда для иностранцев резервировалось только двадцать разрешений в день, по десять в Афинах и в Солониках, так что некоторые ждали визу на въезд по несколько недель. В первый раз по милости Божией мне пришлось ждать разрешение всего три дня, но зато потом я уже заранее списывался с отцом В, он подавал мое прошение и я приезжал практически впритык, ночевал в Солониках всего сутки или двое. Когда я оказался в этом городе в первый раз, то отыскал русскую церковь и попросил разрешение там переночевать. Во время моих путешествий я много раз делал так в самых разных городах. В приходском доме при Солоникской русской церкви постоянно проживал старик, сторож, дядя Вася, который обрадовался возможности помочь русскому паломнику и принял меня очень радушно, как родного. Дядя Вася родился за пару лет до начала века и даже успел поучиться немного в духовной семинарии. Потом прошла революция, началась гражданская война, красные расстреляли его брата, священника, и он пошел в белую армию сражаться за Россию. В 20-м году подразделение, в котором воевал Василий, было практически целиком уничтожено в бою под Новороссийском. Он рассказывал, что из всего батальона осталось живых лишь несколько человек, большинство из которых, включая его самого, были ранены. Их погрузили на английское судно и эвакуировали в Грецию, в Солонике, где Василий с тех пор и проживал. Дядя Вася рассказывал о походе Деникинской, голодной, разутой и раздетой и почти что безоружной армии, воевавшей на одном энтузиазме и дошедшей почти до Москвы. Рассказывал, как англичанин прислал Деникину депешу с предложением поставок оружия и обмундирования. Тогда бедственное положение у белых дошло до крайности. Последние остатки запасов кончались и воевать было совершенно нечем, в то время как красные были вооружены, тепло одеты, сыты и пьяны. Очисленное превосходство и без того всегда было у красных. Взамен на английскую помощь, по словам дяди Васи, Деникину предложили подписать концессию на всю Каспийскую нефть в пользу Великобритании. На это рассказывал старый солдат. Его генерал ответил, что Россия есть и Россия будет, а его никто не уполномочивал торговать ее достоянием. В результате наступление Деникина было отброшено. Начался отход, который в конце концов привел дядю Васю на Новороссийский берег, а затем на Чужбину. К богословскому образованию он уже не вернулся, и шансов не предоставилось, и главное, он не считал возможным думать о своем рукоположении в священный сан после того, как он воевал и стрелял в людей. Но верность церкви Василий сохранил на всю жизнь. Он стал одним из основателей русской церковной общины в Солониках и очень много сделал для ее нормального существования и функционирования. И как только дядя Вася вышел на пенсию, он переселился в домик при храме, который он построил и в котором надеялся умереть. Дядя Вася никогда более не возвращался на родину, но сохранил прекрасный, сочный русский язык, который мало где услышишь. Он сохранил и старый русский выговор, и строй речи. Интересно, что слова, обозначающие те реалии, которые вошли в жизнь уже после 20-го года и которых раньше просто не было в русском языке, они так и остались невостребованными в эмигрантской среде. Вместо них эмигранты в европейских государствах употребляют слова, возникшие в языке страны их проживания. Например, автобус они называют бас или бус, телевидение, скажем, телевизьём или телевизион, холодильник, фриджедер или рефриджерейтор и так далее. В общем, понять их можно, без особого труда. А вот у дяди Васи все эти слова были греческими, вошедшими в его язык вместе с обозначаемыми ими предметами. Было особенно интересно дешифровывать его речь, когда он говорил, например, вы пойдёте на улицу и сядете на леофорео, то есть на автобус, или еду возьмите в пси-ео, то есть в холодильнике, или по телеоросе, то есть по телевизору, показывали интересную программу. Скромный и сердечный дядя Вася всей жизни своей преподал мне очень важный урок верности, благоговения и смирения. Пребывание в его доме, общение с ним во время кратких дней ожидания было самой нужной прелюдией перед Афоном, переходом от мирской суеты к афонским неторопливости и размеренности, от мирского хаоса к афонской упорядоченности. Киновия и идеоритмия Афонские монастыри очень разные и каждый сильно отличается от другого. Это как люди в униформах. Видишь их в первый раз и кажется, что все они на одно лицо, а потом присмотришься и удивляешься, как раньше они могли казаться похожими. Характер Симонопетра интеллектуальный и даже артистический в хорошем смысле этого слова. Ставра Никиты камерный и семейный, Филофей дисциплинированный почти по-военному. Такие монастыри, как Денисиат и Святого Павла крепкие общины Старой Закалки, более почвенческого, христианского характера. Впрочем, эти наблюдения 80-х годов с тех пор многое изменилось и характер многих монастырей поменялся, тем более, что крепкие афонские монастыри берут шество над отстающими и подтягивают их. А ведь еще в 60-х годах прошлого века казалось, что дни Афона сочтены. Монастыри пустовали, черных бород почти что не было, одни только седые, повсюду царила мерзость запустения. Большая часть монастырей жила по особножитийному, то есть идеаритмическому уставу. Общежитийных, киновийных обителей почти не оставалось. В общежитийных монастырях все общее, и каждый монах подчиняется избранному братью-игумену. Особножительный же устав означает, что каждый монах живет сам по себе, ведет свое хозяйство, сам питается, сам содержит своих учеников, если они, конечно, у него имеются. Игуменов в таких монастырях нет, общемонастырское послушание отсутствует. Единственное совместное занятие с другими насельниками обители у монаха – это богослужение. Да и те, в общем-то, не являются строго обязательными для всех. В крам должны ходить лишь те, кто служит череду, или кто помогает им в служении. Такие монастыри все больше походили на своего рода общежития. В результате особенно жительные монастыри приходили в упадок, и стандарт духовной жизни в них неуклонно понижался. Многие уже предсказывали конец Афона, и турагентства начинали присматриваться к этому пропадающему для турбизнеса краю, прикидывая, как эффектно монастырские корпуса смотрелись бы в виде роскошных отелей. Возрождение началось неожиданно для всех, когда на Святую Гору прибыла группа монахов из Метеоры во главе с Игуменом отцом Эмильяном. Метеора была знаменитым монашеским центром в Греции. Посреди обширной Фессалийской равнины там стоят почти отвесные гладкие скальные столбы, на вершинах которых на высоте птичьего полета выстроены монастыри. Пути вниз не было, припасы поднимали на веревках в корзинах. Если монаху требовалось спуститься или подняться, для этого использовались те же корзины. Но правительство Греции решило открыть монастыри Метеора для свободного туристического доступа. В скалах были вырублены лестницы, монастыри включены в программу маршрутов и любопытствующие потекли косяком. Монашеское безмолвие и уединение оказались под угрозой, и значительная часть насельников, покинув родные стены, устремилась на еще закрытый отпраздных туристов Афон. Их приняли в монастыре Симонопетра. Возможно, он напоминал беглецам покинутую метеору, так как он находится на вершине крутой скалы, вздымающейся на 300 метров над морем. Вскоре отец Емельян был выбран игуменом монастыря, и тот перешел на общежитийный устав. За Симонопетра и последовали Филофей, Ставра Никита и другие монастыри. Многочисленная и деятельная братья Филофея, возглавляемая великим миссионером наших дней игуменом Ефремом, взялась за реформирование других монастырей. Отец Ефрем посылал в особножительный монастырь группу своих монахов, которые выбирали для себя игумена и начинали жить по общежитийному уставу. Постепенно все больше насельников монастыря, увлеченных их примером, присоединялось к ним, покуда не набиралось большинство, и тогда весь монастырь переходил на Кеновию. Сегодня все монастыри, кроме одного, живут по общежитийному уставу. Последний перешедший на него монастырь Ватопет. Я помню его в период упадка, единственный афонский монастырь, о котором у меня остались весьма тяжелые воспоминания. Сейчас это одна из наиболее активных, организованных и духовных общин афона. Большинство монахов в этом монастыре киприоты. Отчасти особенно житийным остался только сербский монастырь Хиландар. Он живет по смешанному уставу, медленно переходя на киновийную жизнь. О грустном К сожалению, и на Афоне существуют свои проблемы и разделения. Тут необходимо небольшое предисловие. Как историк я не люблю делать широких обобщений. Однако, если взять историю западной церкви еще до отделения Рима-католичества и затем уже историю западных христианских церквей и конфессий, она предстает как постоянная череда расколов слева, бесконечные попытки обновления, реформации и чем дальше, тем больше откалывающихся групп лютеране, баптисты, церкви Христа, адвентисты и так далее. История Восточной церкви выглядит совершенно иначе. Для нее характерны расколы справа, начиная как минимум с ориан, нестариан, монофизитов и прочих слепо-фундаменталистских групп, которые не принимали решения новых соборов вплоть до наших старообрядцев и греческих старокалендаристов. Иными словами, в нашей церковной традиции есть хороший иммунитет от расколов слева, но гораздо меньшая устойчивость от попыток раскола справа. В последние годы мы снова стали тому свидетелями. Не случайно попытка раскола слева в виде неообновленчества была быстро отторгнута церковным народом, в то время как голоса справа воспринимаются как нечто заслуживающее доверие, как то, к чему нужно прислушаться. Увы, даже на Афоне некоторые не устояли перед соблазном раскола. Под видом бескомпромиссной борьбы с экуменизмом, модернизмом, глобализмом и прочими, некоторые смутьяны создали свои противостоящие церковной полуноте группировки. К сожалению, им удалось вовлечь туда и определенное количество монахов, весьма достойных, но, как правило, малообразованных и чрезмерно доверчивых. Большая часть таких раскольников на Афоне их называют зелотами, живут по кельям в труднодоступных местах или бесконечно шатаются по всему Афону, смущая паломников. Монастыри же «Все крупные скиты и самые уважаемые кельи твердо держатся царского пути, не уклоняясь ни вправо, ни влево». Но, увы, один монастырь из двадцати эсфигмен отделился от остальных, запер свои ворота и исключил себя из общей афонской жизни. Его представитель даже не участвует в работе святого кинота афонского правительства под предлогом того, что каждое заседание начинается с молитвы, и они, дескать, не могут молиться с отступниками. Остальные монастыри, находятся в евхаристическом общении с поместными православными церквами, которые погрязли в экуменизме и модернизме, и, следовательно, сами по себе уже стали эритиками. Эсфигменские насельники, как и другие зелоты, не признают таинств православных церквей, не сослужат с ними, не причащаются и запрещают их членам причащаться у себя и даже не молятся вместе с ними, то есть со всеми нами. Афониты многожды пытались залечить конфликт, но всякий раз натыкались на стену вражды и неприятия раскольников, готовых уцепиться за самые вздорные предлоги, лишь бы не воссоединиться со своими братьями. Зелоты не являются чем-то единым, они разделены в себе, что и есть первый признак их пребывания вне церкви, только в ней возможно сохранение единства, а отпадающие от нее немедленно начинают разделяться сами в себе и восставать друг на друга. Зелотские группировки, условно говоря, можно охарактеризовать как умеренные, жесткие и радикальные. Если первые только лишь отказываются от причастия в афонских монастырях, вторые говорят о невозможности присутствия на молитве отпавших, третьи же внушаются даже зайти в ворота монастыря. Разумеется, возможно, и масса промежуточных вариантов. И все эти маленькие группы и группочки друг друга не признают и друг друга анафематствуют. Я же до сих пор вспоминаю тяжелое впечатление, которое осталось у меня от встречи с одним зелотом болгарином. Это был пожилой благообразного вида монах, идущий по горной тропе. Нам оказалось по пути, и мы разговаривали с дорогой. Он выявил себя вполне умеренным зелотом, жившим где-то на Коруле, на южном скалистом конце полуострова. Раньше он подвязался в Болгарии, но затем продолжил он своим тихим и мягким голосом. В Болгарии был введен новый календарь, и спасения там не стало, так что я перебрался сюда. Больше я уже не слушал. Я был потрясен, как может этот человек спокойно и уверенно обрекать всю свою родную страну на вечную смерть, немало не смущаясь и не огорчаясь. Сразу вспомнилось определение сектанства, данное моим духовным отцом Протопресвитером Иоанном Мейндорфом. Секта это сравнительно небольшая замкнутая группа людей, которые считают, что только они спасутся, а остальные погибнут, и которые получают глубокое удовлетворение от осознания этого. Парадоксальнее, а может быть и закономернее всего, что обвиняющие всех других в модернизме и потворстве глобализму зелоты, все время обращаются за помощью в различные международные организации, те самые, которые в первую очередь и насаждают модернизм и глобализм. Зелоты квалифицированно и грамотно используют пиар, работают с журналистами, изобретая сенсации, вроде того, что их преследуют, осаждают, убивают и прочее, и собирают очень большие средства с тех, кого они проклинают и в сотрудничестве с кем они обвиняют своих противников. Все это весьма прискорбно, особенно ввиду того, что мировое сообщество уже давно подбирает цикофону, стремясь открыть его для туризма и сделать открытым для всех. Феминистки сочиняют один судебный иск за другим против дискриминации по половому признаку и озвучивают свои протесты в Европарламенте. Так что зелоты, каковыми бы ни были их непосредственные цели, своими скандалами и сутяжничеством объективно способствуют делу врагов Афона, стремящихся уничтожить это уникальное святое место. Настоящим же афонитам не до пиара, они живут молитвой и служением Господу. Богослужебная жизнь Святой Горы не должна прерываться, несмотря ни на что. Всеночное бдение Важную часть богослужебной жизни Афона занимают всеночное бдение. Этим термином означается не двух-трех-четырехчасовое богослужение, как его понимаем мы, а служба, которая продолжается буквально всю ночь, с вечера до утра, или, по меньшей мере, большую часть ночи. Такие всеночные службы служат под все двенадцатые и подряд великих праздников, а в престольный праздник монастыря бывает всеночное продолжительностью в двенадцать-пятнадцать часов вместе с литургией. На эту службу собираются представители других монастырей, приглашаются лучшие афонские певчи, приходят и другие гости. Мне довелось помолиться за главный всеночный Афона под праздник иконы Божьей Матери достойной есть, которая находится в протатском храме столицы Афона Кореи. После кратко отслуженной малой вечерни гостей пригласили на трапезу, а затем около восьми вечера началась сама всеночная с великой вечерни. Храм был убран к празднику и даже царские врата сняты с петель, чтобы не мешали проходу многочисленного служащего духовенства. Служба началась практически в полной темноте. Едва горели лишь две лампадки перед ликами Христа и Богородицы в нижнем ярусе иконостаса и горела лампада чтеца, заобожуренная таким образом, что свет от нее падал лишь на страницу открытой книги. Мы все разместили в стасидиях, это особые стоячие кресла, в них можно стоять, опираясь на высокие подлокотники, можно полусидеть, откинувшись назад и уперевшись ногами в специальные подставки, и можно, разложив сиденья, также и сесть. Вот эти стасидии сильно облегчают долгие службы, во всяком случае они позволяют забыть о ногах и сосредоточиться на главном. Пели на два клироса, антифонно и очень протяжно. Каждая Кирия и Лейсон, Господи помилуй, длилась не менее двух-трех минут. Для того, чтобы подольше растянуть пение, добавлялись лишние слоги «не-не-не» или «тер-р-р-м». Слова утратили свою самоценность, душа словословила Бога, и в этой абсолютной радости одних только слов было уже недостаточно. Мелодии велись по всему храму, переплетались друг с другом, возносились к высокому потолку и сквозь него к небу. Казалось, что ты растворяешься в этой темноте и в этом пении. Времени больше не было, остался лишь пульс словословия. Когда стихиры на Господе Возвах перевалили за середину, монах-экклезиарх постепенно начал зажигать все светильники. Лампадки опускались вниз на шарнирах, а затем уже горящие вновь взлетали наверх. Свечи на паникодилах зажигались при помощи огонька, закрепленного на длинной палке с плоскими щипцами и с крючком на конце. Огоньком поджигалась смоляная нитка, искусно протянутая между свечами, которая, вспыхнув, воспламеняла и их. Постепенно храм заполнился светом, казавшимся осветительным, привыкшим к темноте глазам. Заново начищенные медные паникодилы и металлические оклады икон сияли почти нестерпимым блеском. И вот на славу перед вечерним входом экклезиарх, зацепив крючком своей палки главная паникодила, закрутила его. Тут нужно пояснить, как устроены афонские паникодила. Главное и самое большое паникодило, в Греции оно называется хорос, висящее в центре храма, имеет форму многоугольника, приближающегося к кругу. Оно состоит из плоских узорных медных пластин, в центре каждой из которых помещена икона. Пластины имеют форму прямоугольников, вытянутых в длину и скрепленных друг с другом петлями, наподобие дверных. Сверху на них подсвечники с оставленными свечами. Снизу часто висят изукрашенные страусиные яйца. По представлениям отраженным в средневековых бестиариях, страус высиживает свои яйца взглядом, причем стоит только ему отвернуться, как они немедленно стухают, и страусята не вылупляются. Так это должно напоминать монахам о важности сосредоточенности в непрестанном духовном делании. Так вот, снизу там висят страусиные яйца и позолоченные византийские двуглавые орлы. В большом паникадиле до 50 подобных пластин, сантиметров по 30-40 в длину. Подвешено оно довольно низко, чуть выше голов самых высоких молящихся. Человек среднего роста может дотронуться до него рукой, и подвешено оно на длинных тросах, закрепленных в куполе. Когда паникадила это закручивает, то вся эта конструкция приходит в медленное величественное движение. Паникадила раскачивается как единое целое, и вместе с тем петли, которыми пластины скреплены друг с другом, также приходят в движение. Внутри этого огромного круга висит другое паникадила, более привычной для нас формы, разветвленного древа со сферой и благословляющей десницей внизу. Его экклезиар закрутил в другую сторону. Затем были закручены еще несколько малых паникадил в притворе и боковых пределах храма. Впечатление от медленных и величавых из-за длинных подвесных тросов движений сияющих светильников было потрясающим. Казалось, храм — это какой-то космический корабль на предельной скорости под шум мотора, то есть торжественное византийское пение, сквозь тьму и непогоду летящий к престолу Божию. Начался вечерний вход. Из северных врат иконостаса стал выходить длинный строй священников в разноцветных праздничных ризах и выстраиваться перед царскими вратами. Хор запел один из самых древних христианских гимнов «Свете тихий». Отцы зашли в алтарь, и экклезиарк, усмирив вращение паникадил, приступил к тушению свечей и лампад, убирая огонь при помощи плоских щипцов, управляемых снизу на конце своей универсальной палки. Началась литья. Покуда она шла, гостей группами по 10-12 человек приглашали в здание Протата, правительства Афонской Монашеской Республики, чтобы слегка передохнуть и подкрепиться. Нам подали все ту же традиционную рюмочку крепкой ракии, густой кофе, студенную воду минут через 20, литья все еще продолжалась, закончилась она не раньше, чем через час, и монахи запели стихиры на стиховне. В конце концов глубокой ночью отошла вечернюю. Началась полуночница, затем утреннюю. К шестопсалме я читалась в полной темноте наизусть, как и всегда на Афоне. На поле Илей вновь зажигали свет и раскачивали паникодила. Потом вновь все погасло. После четырех постепенно стала давить усталость. Примастившись боролся с сосном в этой густой темноте, в которой не было ничего, кроме звуков молитвенного пения. Пою Господю моему, донди же есть. Казалось, что концентрация молитвы в храме достигла уже предела и вскоре не выдержат толстые каменные стены. Храм либо лопнет, либо оторвется от земли. Вдруг я заметил, что темнота уже не была кромешной. Начинали сереть окна. Расцветало. Постепенно едва заметная серость сменилась белизной. Утренний свет стал проникать в наболенное пространство. И как только первый золотой луч солнца из-за алтарного окна озарил храм, прозвучали слова «Слава тебе, показавшему нам свет!» Хор запел великое словословие. За утренней последовали часы, а затем литургия, которая отошла уже после полудня. Я шел назад в монастырь Ставроникита по пустынной, пыльной белой дороге под жарким полуденным солнцем, совершенно не ощущая себя. Казалось, молитвенное пение все еще звучало, оно за эти долгие часы стало частью меня, да и не только меня, всего, что меня окружало. Всякое дыхание дохвалит Господа. И действительно, тогда хвалило Господа все. И темная зелень листвы, и жар солнца, и стрекотание цикад, и оседающая на сандалиях белая пыль, и синева моря вдали, и пряный запах сухих трав, и едва заметный прохладный ветерок, в котором Господь явился пророку Ильи на горе Хариф. Спать не хотелось совершенно. Ночь закончилась, и наступил день. Золотой крест Вспоминается исповедь в монастыре Григориат. Тогда игумен Георгий, который и поныне здравствует, поведал мне одну историю. Ему довелось принимать пресмертную исповедь у одного священника в небольшом городке в Греции. У священника было двое детей с очень большой разницей в возрасте. Старший сын и дочь много младше его. Сын поехал в Афину учиться, и с ним произошла трагедия. Он погиб. Труп юноши нашли в пустынном месте. Ясно было лишь то, что умер он от побоев. Хотя сын священника был церковным человеком и вел благочестивую жизнь, креста на нем не оказалось. И вот это отсутствие креста очень томило душу несчастного отца. Убийца тогда не нашли, преступление осталось нераскрытым. Прошло время, дочь священника выросла, и у нее появился жених. Молодой человек был постарше ее, ходил к ним в дом и был хорошо принят. Священнику, к тому времени овдовевшему, он в общем нравился. Но сделать предложение жених все как-то не решался. Через некоторое время, когда стало уже очевидно, что они друг друга любят, молодой человек попросил отца девушки об исповеди. Тот согласился, и жених признался, что полюбил его дочь и его семью, но должен сказать, что он их не достоин, потому что он убийца. Одно время, продолжил он, довольно давно, он попал в дурную компанию. Они загуляли, и поздно ночью пристали к какому-то юноше. Дело было в Афинах. Тот стал взывать к их совести, что их еще больше озлобило, и они начали его избивать и забили до смерти. Тогда жених, самый младший из той компании, из какого-то лиховства сорвал с юношей золотой крест, который до сих пор и носит при себе. С этими словами он показал священнику крест, в котором тот узнал пропавший крестильный крест своего сына. В тот момент отцу показалось, что пол уходит из-под его ног, сам он едва не упал. Он змолился, чтобы Бог придал ему силы, а молодой человек продолжал. Вы видите, такой отверженный Богом человек, как я, не может быть мужем вашей дочери, не может войти в вашу семью. Простите меня. Священник ответил, как я могу не принять тебя в свою семью, если сам Бог, принимая твое покаяние, отверзает перед тобой двери своего царствия? Сыграли свадьбу, и все фотографии сына священника под благовидным предлогом были убраны подальше, чтобы муж его дочери никогда не догадался, что он убийца брата своей жены. Так этой тайны никто и не узнал. Священник рассказал это лишь отцу Георгию в предсмертной исповеди. Добрый Самарянин Чудесно все связанное с Афоном. И когда собираешься ехать туда, начинает происходить удивительная история. Одна из них, случившаяся со мной, почти буквально повторила одну из евангельских притч Христовых. Когда мы с Джеффри планировали наше путешествие на Афон, для меня это было второе, а для него первое, то, подсчитав наши финансовые ресурсы, поняли, что оно осуществимо лишь в режиме строгой экономии. Мы отыскали очень дешевые билеты до Лондона, а оттуда решили ехать автостопом и совмещать приятное с полезным, по пути осматривая европейские достопримечательности. Всего мы отвели на эту поездку три месяца. Месяц туда, месяц на Афоне и месяц назад. Естественно, заранее стали узнавать, где можно будет остановиться в разных пунктах нашего пути. В то время в Свято-Владимирской академии учился докторант-голландец, тот самый Тео Вандер Хаек, сын кальвинистского пастора. И мы поинтересовались, может ли он отыскать нам ночлег в Амстердаме. Наш друг написал письма священнику, настоятелю амстердамского прихода и старости. Ответа так и не пришло. К счастью, Тео на всякий случай послал и третье письмо своему старому профессору из университета, кстати сказать, еврею по происхождению и агностику по убеждениям. От него пришла телеграмма. Кто же может отказать в гостеприимстве паломникам? Пусть приезжают. Однако, когда мы добрались до Амстердама, вышла небольшая накладка. Кто-то что-то перепутал с датами и профессор ждал нас в другое время. Когда мы ему позвонили, он очень удивился и сказал, что сейчас гостевая комната его небольшого дома занята, там живет семья беженцев из Польши. Но тем не менее, его слово остается словом и пусть мы не смущаемся, он все организует. Мы прибыли и он отвел нас в удобную гостиницу в центре города и сказал, что номер и питание за три дня оплачены, а если у нас возникнет нужда еще в чем-либо, то мы должны немедленно обратиться к нему. Вот такого доброго самарянина мы встретили на нашем пути. Моряк Была и другая запомнившаяся мне встреча, когда я ехал на Афон в третий раз. В тот раз мой путь в Грецию лежал через Италию. Я доехал из Рима автостопом до Бриндизи, а оттуда за ночь можно было весьма дешево доплыть до греческого порта Игуменица. Так, на паром я покупал палубные билеты, а имея спальный мешок, на палубе можно было прекрасно выспаться. Во всяком случае, гораздо лучше, чем в душных каютах третьего класса. Больше всего я любил раскладывать свой спальник на самом носу судна. Во-первых, потому что там никто из других палубников, боясь ветра, не ложился, а во-вторых, потому что благодаря этому самому ветру спать было совсем не жарко. В Бриндизе я приехал в конце дня и сразу приобрел свой билет. До отхода парома оставалось еще несколько часов. Я зашел в продовольственный магазинчик, чтобы купить еду на пароход и неожиданно столкнулся там с русскими моряками. В те далекие годы встретить за границей соотечественников было большой редкостью. К тому же все они ходили группами и панически боялись заговаривать с местными жителями, а услышав русский язык, выездные соотечественники обычно еще более стремительно убегали, боясь, что сейчас начнется страшная антисоветская провокация, о которых их предупреждали на предварительных беседах в парткоме, блестяще спародированных Высоцким. Там шпионки с крепким телом, ты в дверь, они в окно. В качестве примера не могу не вспомнить две хулиганские истории из моей жизни, связанные со встречами с советскими гражданами за границей. Одна из них произошла в Нью-Йорке году в 1978-м, когда я прожил в Америке еще совсем недолго и даже не думал, что через два года стану христианином. В те годы я носил очень длинные волосы до середины спины и одевался довольно пестро. И вот на улице города я заметил группу советских туристов, явление тогда и в том месте крайне редкое. Даже и в Болгарию было достаточно сложно попасть, в какую-нибудь Венгрию еще сложнее. Далее в этой номенклатуре следовала Югославия, затем, если я не ошибаюсь, развивающиеся страны, затем государства Западной Европы, а уж в США цитадель империализма пускали только самых проверенных и заслуженных товарищей. А тут целая группа. Состояла она сплошь из коренастых дядек средних лет весьма обкомовского вида. Их куда-то вели, а поскольку мне было в ту же сторону, я шел за ними несколько поодаль. И вдруг я заметил, что двое отстали. Загляделись на какую-то витрину и не заметили, что группа уже ушла вперед. Я поравнялся с ними и по какому-то наитию, еще несколько секунд назад я ничего такого не планировал, строго произнес, товарищи, почему вы отстали от остальных? Вы что, не знаете, в какой стране находитесь? Кучнее держитесь, товарищи, кучнее. Немедленно присоединитесь к группе. Не знаю даже, откуда в моей памяти всплыло уродливое слово кучнее, но бедолаг как током передернуло. Они покраснели, побелели, встали на вытяжку и хором сказали «Извините, пожалуйста, товарищ, обещаем, что больше такого не повторится». И бегом, несмотря на свои обширные габариты, припустили к своим. Наверное, если они еще живы, до сих пор рассказывают домашним об эффективности тогдашнего КГБ, агенты которого в самом сердце США под видом местных хиппи пасли советские группы. Другая встреча произошла много позже, в июне 1982 года. Мы с Джеффри, нагруженные своими рюкзаками, выбирались из Амстердама. Чтобы начать автостоп, необходимо выйти за границы города к выезду на автостраду, а там можно уже поднимать палец. Было раннее утро. На самой окраине мы увидели группу людей в красных спортивных костюмах, которые, стоя широким кругом, делали утреннюю зарядку. На их груди и спине белели буквы, которые складывались в английскую аббревиатуру CCCP, что-то смутно мне напоминавшую. Подойдя поближе, мы услышали слова одного из них, явно старшего. Ноги на уровне плеч, руки в стороны и так далее. И тут я сообразил, что слова-то произносились по-русски. Тут же разрешилась и загадка странной аббревиатуры. Она состояла не из латинских, а из русских букв и значила, конечно же, СССР. Видно, это была советская спортивная команда, приехавшая в Голландию на соревнования. И опять, проходя мимо, я совершенно без какого-то предварительного плана, что называется на автомате, выдал дикторским голосом. «С добрым утром, дорогие товарищи! Московское время семь часов тридцать минут. Начинаем утреннюю гимнастику!» Вся группа застыла в немой сцене ровно в той позе, в которой застали каждого мои слова. Лишь один из спортсменов ответил было, видно тоже на автомате, «С добрым утром!» Но тренер на него свирепо шикнул, и все продолжали стоять без движения, провожая нас взглядом, покуда мы не скрылись за углом. Моряки, встреченные мной в Бриндизе, оказались заметно смелее. Я, услышав родную речь, дождался, пока один отошел от своих спутников и заговорил с ним. На удивление он не спешил убегать и с большим интересом продолжил беседу. Скрытые полками от глаз его товарищей мы говорили минут пятнадцать. Я расспросил его, кто он, откуда, сам в ответ сказал, что учусь в Духовной Академии. Мой собеседник был ошеломлен. «Как? Ты действительно в Бога веруешь?» Я отвечаю, «Ну а как же, конечно, да». «А зачем бы я еще там учился?» Он с сомнением продолжил. «Ну бабки всякие старенькие верующие, это я понимаю. Но ты-то молодой, как можешь верить?» «Я вот не верю ни в какого Бога». И вдруг он почувствовал какое-то неудобство и продолжил. «Вообще-то, я не то чтобы совсем не верующий. Я тоже верю во что-то. Например, в настоящую чистую любовь. Хотя, честно скажу, нигде ее не встречал. На это не ответить было невозможно. Ответ напрашивался сам собой. «Потому и не встречал, что настоящая чистая любовь это Бог, и вне Бога ее нет. Большевики выгнали Бога из вашей жизни, а с Ним ушла и настоящая любовь. Поэтому, естественно, в жизни ты не смог ее найти. А что касается твоего отказа от Бога, так вообще-то ты не менее верующий, чем я. Только ты веришь, что Бога нет, а я верю, что Бог есть. Разница между нами в том, что моя вера осмысленная, а твоя вера слепая. Большевики тебе сказали, что Бога нет, и ты им поверил, но они говорят и много чего другого. И ты что, им во всем веришь? Нет, отвечает мой собеседник, не верю. А что же, в главном поверил? Или думаешь, если они в мелочах тебя обманывают, то в главном правду скажут? Сомневаюсь. Так приблизительно шел наш разговор. Видно было, что парень задумался. Потом его товарищи потянулись к выходу, и он сказал, что ему тоже нужно уходить. А то кто-нибудь увидит, что мы с ним разговариваем и донесет куда надо. Вот она, ваша чистая любовь в действии, говорю. Мы попрощались, и он ушел, а я занялся своими покупками. Вдруг вижу, бежит ко мне мой моряк запыхался весь, подбежал и выпалил. Саш, помолись за меня, пожалуйста, чтобы мне жена не изменяла, и быстро-быстро назад. Что с ним сталось дальше, я не знаю. Неточный перевод Впрочем, неожиданные, а может быть и неизбежные последствия советской власти сказывались и на некоторых афонских насельниках. В Пентелейминовом монастыре мы познакомились с добродушным гигантом иеромонахом, недавно приехавшим из России, отцом М. Был он совсем простым, некнижным человеком, чем-то напоминавшим лесковского диакона Ахиллу. Когда мы впервые с ним разговорились, он спрашивает, а ты хочешь взять несколько старых книжек с собой с афона, подарить кому-нибудь? Так это невозможно, отвечаю. На выезде таможня вывоз предметов старины запрещен. А я так делаю, довольным голосом сообщает отец М. Беру две книги, раскрываю их и вставляю одну в сапог спереди, а другую сапог сзади. Потом еще две книги, в другой сапог. Подрясы ничего не видно. Так и еду. Ну, боюсь, у меня так не получится, говорю. У меня сапог нету, а были бы, так в них ни одна книга не поместилась бы. Он с жалостью посмотрел на мои ноги и отошел. В другой раз, уходя из монастыря, мы сказали ему, что собираемся взойти на вершину горы. Эх, как давно я хотел туда попасть, вздыхает отец М. Но вот на Афоне уже три года, и то одно, то другое, и все игумене отпускает. Мы пожалели его и отправились в путь. Доплыли на катере до монастыря святого Павла, переночевали там, утром после службы и завтрака добрались до скита святой Анны и, поклонившись тамошним святыням, начали восхождение. И вдруг видим, спускается нам навстречу наш отец М. Мы остолбенели. Да как же вы тут оказались? А я в самоволку рванул, отвечает. Уже сходил наверх, сейчас спускаюсь и побыстрее назад в монастырь, пока никто не заметил. На Святую Гору я вернулся через два года, приехав из Италии. Переплыл на пароме через пролив, автостопом проехал через северную Грецию, получил в салониках и вот я уже на Афоне. Поднимаясь с причалов Пантелеймонов монастырь, вижу отец М. горой высится над группой греческих паломников. За эти два года он ничуть не изменился. Увидел меня, обрадовался. Иди сюда, Александр, ты же говоришь по-иностранному, а то они о чем-то допытываются, а я никак в толк не возьму, чего им надо. Взялся я переводить. Греки спрашивают, есть ли гонения на церковь в Советском Союзе. Напоминаю, что дело было в 84-м году. И тут отец М. громадному моему удивлению отвечает, нет никаких гонений, церковь абсолютно свободна, советское правительство проявляет внимание и заботу о верующих, открываются новые храмы и все в таком же духе. Я опешил. Как афонский монах, отец М. имел греческое гражданство и мог совершенно не бояться говорить правду. Но, видно, эти официальные лживые ответы были намертво вдолблены в него, и он просто не мыслил, что иностранцам можно ответить как-нибудь иначе. Но я участвовать в этой лжи не мог и не хотел. Поэтому, вместо перевода его ответов, я стал рассказывать этим людям о действительном положении церкви в СССР. К счастью, отец М. так ни о чем не догадался, думая, что я перевел его ответы ровно так, как он говорил. Эмигрантская газета А вот еще одна история, которая также характеризует тогдашние реалии советской жизни. В первую мою поездку на Афон в Пантелеймоновом монастыре я много общался с одним из насельников. Мы беседовали на самые разные темы, и когда я уезжал, он передал мне для Свято-Владимирской Академии древние, дореволюционные, очень красивые покровцы и воздух, с которыми там теперь служат по большим праздникам. Вернувшись на Афон через год, я этого батюшка уже не застал. Оказалось, что он поехал в отпуск в Россию. То ли мать его умирала, то ли еще что-то, но потребовалось его срочное присутствие. Естественно, когда едешь в Россию из-за границы, пусть даже и с Афона, так или иначе, берешь какие-то подарки. Батюшка повез с собой греческий ладан, тогда в нашей стране хорошего ладана было днем с огнем не сыскать, а тот, что употреблялся, звали в шутку «Смерть мухам и всем старухам». Взяла другие подарки, в основном церковного характера. Все упаковывалось отдельно, а для завертывания он использовал газетную бумагу. На его беду это оказалась эмигрантская газета «Русская мысль», которую присылали из Парижа в монастырь. Батюшка давно не был в СССР, забыл уже, чем это может ему обернуться. На таможне его схватили, и ему пришлось долго и мучительно оправдываться. Несмотря на то, что он был греческим гражданином, как и все афонские монахи, на Афон он больше не вернулся. На родине-то он считался советским подданным, и ему просто не выдали выездную визу. Может быть, так оно повернулось и к лучшему. Теперь он духовник одного из самых известных наших монастырей. Югославия и Югославы Несколько анекдотичных ситуаций сложилось в Югославии, когда мы с Джеффри автостопом проезжали через эту страну по пути из Лондона на Афон. Туда наш путь лежал через Бельгию, Голландию, Германию, Австрию и Югославию, а назад через Северную Грецию, Италию и Францию. Честно говоря, подъезжая к Югославской границе, я несколько побаивался. Всё-таки социалистическая страна, хоть и не за железным занавесом. С тех пор-то я уж много раз бывал в Югославии и очень полюбил эту землю. Но тогда всё было впервые. Вопреки моим треволнениям, въехали мы нормально, пограничники отнеслись к нам вполне спокойно. И вот я опять в социалистической стране. Тут и возникла первая анекдотичная ситуация. Переехав через границу, мы сели выпить кофе в каком-то кафе в маленьком славянском городке. Мимо по площади проходила группа рабочих, по-видимому, шахтёров. Они были в брезентовых робах и страшно перепачканы с чёрными лицами. Джеффри посмотрел на них и говорит, смотри-ка, черногорцы. В самом деле, с точки зрения этимологии, всё было верно. И гора, шахтёры, и чернота присутствовали. После Словении мы въехали в Хорватию и, наконец, в Сербию. К Сербии я относился даже трепетно. Впервые после своего крещения я оказался в православной стране и не мог дождаться встречи с православными братьями. Но дорога была пустынной. Джеффри находился в какой-то странной задумчивости. Я всё дёргал его. «Смотри, какая красота! Смотри, какие холмы!» После долгого молчания он, наконец, ответил. «Никак не могу понять, как через эти холмы могла пройти регулярная армия Велизария». Велизарий был лучшим полководцем императора Эстиньяна, правление которого Джеффри уже тогда начал серьёзно изучать. И вот нас подобрал на дороге водитель. В машине у него были даже какие-то иконки, что меня очень порадовало. Он спросил, откуда вы? «Я сказал, что из Америки». Он заинтересовался. «А в Америке какая религия?» Мы говорим. «По большей части там протестанты, но есть и католики, и православных тоже немножко есть. Но водитель это как-то пропустил мимо ушей». Потом мы проезжали мимо явно православной церкви, я перекрестился, он посмотрел на нас и спрашивает, «Вы что, православные?» Говорю, «Ну да, конечно». И тут он и произносит, «А я Рим и католик». Следующий, подвозивший нас водитель, узнав, что мы американцы, спросил, много ли в Америке баптистов. Мы сказали, что, конечно, хватает, но что в Америке есть и православные. Он ответил, что православные есть и в Сербии, но ему это не очень нравится, потому что он баптист. Потом мы шли по дороге вдоль поля, на котором замечательный колоритный старик с длинной седой бородой и в овчине пас овец. Я возрадовался, что наконец-то вижу православного брата и закричал ему громко, «Бог в помощь!» Он мне в ответ, «Господь с вами!» Я еще больше возликовал. Старец подошел поближе и вопрошает, «Откуда вы?» Я говорю, «Из Америки». Он поправил в руке палку, «А в Америке адвентистов много?» Я отвечаю, «Не знаю и знать не хочу!» «Мы православные!» «А я адвентист!» заявил старик. Так, впервые проезжая через Сербию, мы ни разу и не встретили ни одного реального выцерковленного православного. Правда, ехали мы быстро. За два дня проехали всю Югославию сверху вниз. Первого православного встретили уже в Греции. Знакомство с православной Сербией состоялось у меня пару лет спустя, когда я уже с другим своим другом специально отправился на ее поиски. Та поездка была замечательной. Настоящее паломничество по православным монастырям Сербии, Македонии и Косово, по старым храмам, многие из которых, увы, уже недоступны, особенно, что касается Косово. Через полгода, зимой, я организовал двухнедельную насыщенную экскурсию по сербским монастырям для трех своих друзей из Америки. Мы арендовали машину, я заранее составил маршрут, и мы совершили удивительное по красоте зимнее паломничество. Главным неудобством был холод. Та зима выдалась нетипичной для Балкан студенной и снежной, что еще больше породнило в моем сознании сербские монастыри с русскими. Три встречи с отцом Саввы Кстати сказать, с первым сербским монахом в своей жизни я познакомился также на Афоне. В мой первый визит на Святую Гору, ожидая катера на пристани монастыря Григориат, я разговаривался с невысоким сухим седобородым монахом-сербом. У отца Саввы, так его звали, один глаз был изуродован бельмом, но другой, светло-голубой, смотрел на мир необычайно внимательно, я бы даже сказал, цепко, лицо пожилого монаха светилось добротой и особой крестьянской мудростью. Ранее отец Саввы имел семью, работал на светских должностях, даже некоторое время прожил на заработках в Австралии, но затем овдовел, принял монашество и стал восстанавливать монастыри в своей родной стране, в которой после смерти Тито режим стал понемногу смягчаться. Сербский монах прибыл на Святую Гору таким же паломником, как и я. Он пригласил меня в Сербию и даже написал на бумажке корявым почерком свой весьма простой адрес «Город Кральево, монастырь Святой Петки, монах Савва». Возле Кральево я оказался лишь несколько лет спустя, в первой паломнической поездке, которую мы с парижским приятелем совершали по Югославии. Отца Савва я запомнил хорошо и непременно хотел его отыскать. Это вышло не так просто. Монастыря Святой Параске у Пятницы, Петки, в Кральево не оказалось. После долгих расспросов выяснилось, что такой порушенный монастырь имеется лишь за городом, километрах двадцати, подле городка по имени Штубол, и что восстанавливает его точно монах Савва. Добрались мы туда лишь к вечеру. Водитель высадил нас на дороге и, указав на видневшееся вдалеке строение, сказал, что это и есть монастырь. Мы пошли напрямик через поле и увидели небольшую церквушку и пару хибарок. В храме начиналось вечерня. Ничуть не изменившийся отец Савва стоял на клиросе. Меня он узнал сразу, обрадовался и сказал, что нам с приятелем предстоит петь всеночную, а то священник есть, а певчих нету. Наше возражение, что мы петь не умеем, он отказался слушать, сказав, что петь надо и пусть мы делаем это как можем. Так мне впервые, надеюсь, и в последний раз, пришлось вдвоем петь всю всеночную целиком. Это при том, что я не могу воспроизвести ни одного глаза. К счастью, мой друг пел хоть немногим, но лучше моего, и какие-то отдаленные подобия мелодий нам удавалось вытягивать. Вспоминать о той службе мне до сих пор страшно, но все-таки Божьей милостью она дошла до конца. Потом мы испытали теплое гостеприимство отца Саввы, переночевали в его восстанавливающемся монастыре, всего там было трое монахов, наутро причастились за литургией, подкрепились отец Савва долго благодарил нас за помощь на службе, настоятельно приглашал посетить его опять и твердо обещал, что мы еще свидимся и помолимся вместе. Он, где совершенно в этом уверен. С тех пор я побывал в Сербии несколько раз, но вновь повидаться с отцом Саввой не доводилось. С годами я все реже и реже вспоминал этого невысокого и очень интенсивно общающегося монаха. Не то, чтобы я его совсем забыл, но как-то он отодвинулся в запасники памяти, а случай не доводилось. В 2005 году меня, давно уже московского жителя, пригласили с женой и дочкой провести отпуск в Черногории. Мы было собрались ехать, но вдруг пригласивший нас человек куда-то пропал и на связь больше не выходил. Поскольку билеты мы уже купили, ситуация оказалась весьма затруднительной. Пришлось срочно включать старые контакты и через коллег в Сербии я договорился о прибежище. На просьбу моих знакомых откликнулся игумен неведомого мне доселе монастыря Подмайны, который предложил нам жилье и питание на месяц, а я, в свою очередь, обязался прочитать в Черногории и Сербии несколько лекций. Монастырь располагался у подножия горы над курортным городом Будвой и состоял из только что поднятого из руин храма романской архитектуры и нескольких восстановленных, а фактически отстроенных заново, каменных зданий вокруг него. Храм из бело-желто-серого известняка с потрясающе красивым круглым окном розеткой на фасаде, был свежерасписан изнутри талантливым белградским иконописцем. Вдохновенные фрески, выполненные в традиционной сербской манере, выглядели совершенно органично, подчеркивая старину и намоленность храма. Внутри, возле входа, между старых каменных плит, которыми был выложен пол, одна, треснутая, оказалась могильной, с полостершейся надписью. Такие надгробия часто встречаются в древних храмах. Встречал нас настоятель, отец Венедикт, совсем еще не старый человек, мой ровесник, удивительно энергичный, столь же удивительно смиренный и исполненный деятельной любви. Принял он нас как родных, немедленно уступив мне свою келью и переехал на вторую койку в соседнюю, где жил один из его монахов, отец Агафон. Впрочем, спал отец Венедикт мало, даже когда он был в монастыре, то исповедовал и беседовал с людьми допоздна, а раннее утро встречал уже в храме. В своем монастыре служил он всего лишь пару раз в неделю, а все остальное время проводил в поездках, окормляя восстанавливаемые им храмы и монастыри в этом гористом крае. Как его небесный покровитель, преподобный Венедикт Нурсийский, он шагал по окрестным горам, отыскивая старые полуразрушенные церкви и вручную с несколькими помощниками отстраивал их, создавая вокруг наиболее пригодных из них монашеские общины, мужские и женские. Им уже было воссоздано три монастыря, и в каждом из них он служил в литургию не реже раза в неделю. До одной из этих общинок, всего из двух человек, подняться можно было только пешком, и карабкаться от автомобильной дороги приходилось не менее часа. Но каждый четверг отец Венедикт служил у них. Еще выше этой общины, минут сорок наверх, батюшка восстановил небольшой храм пророка Ильи, а ведь все стройматериалы приходилось поднимать на спине. И таких храмов он восстановил уже не менее десятка, а планы строил еще о стольких же заброшенных за годы коммунизма церковных зданиях. Вокруг основного монастыря сложилась слаженная серьезная община верующих, отчасти местных, а отчасти приезжающих за духовным окормлением к отцу Венедикту из разных концов Черногории и Сербии, а то и из-за границы. Приезжие оставались в монастыре или поблизости на какое-то время, кто на несколько дней, кто недель, а кто и месяцев. Со многими из них мы подружились и часто беседовали на разные темы. Как-то один из приезжих сказал, что долгое время жил в Крайлево. Знакомое название вызвало ассоциативную цепь, и я поинтересовался, не слышал ли он, что стало с отцом Савой. Которым, спросили меня, который с бельмом на одном глазу? Им самым, обрадовался я, он еще раньше в Австралии жил. Жив ли он еще? И как там под Штублова монастырь Святой Петки поживает? Как, вы не знаете? Удивился мой собеседник. После восстановления Святой Петки отец Сава приехал сюда и вместе со своим учеником-отцом Венедиктом начал восстанавливать этот монастырь. Он успел пробить все бюрократические разрешения и начать строительные работы, во время которых он и скончался. Отец Венедикт продолжил и закончил его дело. Отец Сава, он же и лежит в храме. Разве вы не заметили могильную плиту при входе? Я вскочил и побежал в храм. Действительно, надпись, высеченная на плите, которую я принял за древнюю, гласила «Схемонах Сава Коматович год кончины стоял 1994». Так вот, где был мой гостеприимный и добрый отец Сава. Мы действительно свиделись. Тогда, когда у меня возникла нужда в его помощи, он привез меня в свой монастырь, и я, не зная того, вновь оказался у него в гостях. Вновь я читал на клиросе в его храме, прислуживал в алтаре, молился и причащался там, где было упокоено его тело и где, я уверен, незримо присутствовала его светлая душа, всегда, как и при земной жизни, готовая оказать помощь всем, кто в ней нуждался. Как делают брынзу И, заканчиваясь сербскими историями, расскажу еще одну. Раз, ночь застала нас на дороге среди каких-то построек и распаханных полей. Там, где и разложить спальный мешок негде. Ловить машину в темноте не имело никакого смысла, и мы пошли искать ночлег. В одном домике горел свет, мы постучались и попросились переночевать. Там жила чета пожилых крестьян. Нас они приняли очень радушно, пригласили за стол разделить их скромный ужин. Жареный перец, брынза, помидоры, лук, хлеб. Стали расспрашивать, чем мы занимаемся. Я тогда уже учился в докторантуре и представился студентом. Слово это было им незнакомо, они попросили пояснить. Ну, что-то вроде школьника, говорю я. Учусь разным вещам. Хозяева были поражены. Как это может быть? Такой взрослый и еще школьник. Я сам вот два года в школе учился, говорит дедушка. Сколько ж учишься ты? Я стал считать на пальцах. Десять лет школа, потом университет, академия, докторантура. Девятнадцать лет уже, Ну и ну, разводят руками крестьяне. Какой ученый человек? Наверное, все уже постиг, все знать должен. Кушай брынзу. Мы сами делали. И тут я совершил роковую ошибку. Я спросил, как они делают брынзу. Разочарование было полным и необратимым. Учишься девятнадцать лет и все не знаешь, как делают брынзу? Чему ж ты учишься? И зачем тогда так долго учиться? Крыть мне было нечем. Со своей точки зрения они были совершенно правы. Я ощущал себя полным неучим. И, наверное, вполне заслуженно. Американцы на Луне Вообще, простой крестьянский здравый смысл в столкновении с нашей благоприобретенной книжной премудростью, с нашей зависимостью, в том числе и интеллектуальной от, так сказать, благ цивилизации, всегда действует отрезляюще и очень полезно. И в связи с этим мне вспоминается история, рассказанная одним православным французом. Думаю, стоит ее здесь воспроизвести. Итак, мой знакомый православный француз, назовем его Пьер, как-то прожил около года в монастыре Святой Екатерины на Синае. Так как он знал несколько языков, ему дали послушание водить экскурсии, ведь монастырь является и важным местом для паломничеств и туристическим объектом. За несколько месяцев синайской жизни он сумел слегка освоить и арабской. Во всяком случае, в достаточной степени, чтобы общаться с местными жителями. Когда пребывание Пьера на Синае уже близилось к концу, его навестил старый приятель Том, православный американец. Пьер устроил другу подробнейшую экскурсию по всем достопримечательностям местности. И вот им повстречалась группа бедуинов, которые уже успели узнать француза и даже немного подружиться с ним. Вежливые восточные люди поинтересовались именем его гостя и страной его происхождения. Услышав, что тот американец, обычно весьма сдержанные сыны пустыни, стали хихикать и подталкивать друг друга локтями. Спроси у него. Нет, ты спроси. А почему я? Лучше ты. Американец Том поинтересовался, что все это значит, и Пьер стал играть уже привычную для него роль переводчика. Спроси у него, потребовали бедуины, правда ли, что американцы летали на Луну? Разумеется, правда, ответил Том, приосанившись. И, между прочим, не один раз. Реакция, совершенно неожиданная, последовала незамедлительно. Бедуины чуть не свалились на землю от хохота. Вот видишь, кричали они друг другу, говорил же я тебе, американцы, они такие, они всему верят, что им не скажи, поверить сразу, даже любой чепухе. Том вначале опешил, а потом обиделся. Не вижу ничего смешного, сказал он. И вообще-то, я сам видел по телевизору, как американские астронавты ходили по Луне. Тут бедуины начали хохотать так, что, наверное, было слышно на другом конце пустыни. Они такие, эти американцы. Они верят всему, что им по телевизору покажут. Какую дрянь им не покажи, они все ей верят. Даже не задумываются, насколько это невероятно. Если подумать, то ведь простодушные кочевники были совершенно правы. С их точки зрения все понятно. Луна маленькая, висит на небе. Человек, если даже до нее и долетит, то не поместится на ней и не сможет стоять вверх ногами. Пусть мы знаем, что это не так. Но ведь мы действительно готовы поверить чему угодно, если нам об этом заявляет авторитетно со страниц газет, журналов, книг или с экрана телевизора. Например, бешеная популярность новой хронологии предприимчивого Шарлатана Фоменко тому свидетельство. Помню, как раз в Узбекистане ведущий специалист их Минюста, кандидат исторических наук, молодой и прогрессивный узбек без пяти минут доктор спросил меня, что я думаю про инопланетян. Я ответил, что в них не верю. «Да как же вы не верите», поразился мой собеседник, «когда не далее, чем вчера я сам видел по телевизору американский фильм про них». Но ведь если хорошенько подумать, то окажется, что и мы совсем недалеко ушли от этого чрезмерно доверчивого голоса цивилизации человека. А истиной чаще всего оказывается то, что с точки зрения этой самой современной цивилизации выглядит наиболее абсурдно. Такова, например, монашеская жизнь на Афоне. Да и, наверное, в жизни каждого человека попадают моменты, когда он ощущает, обретает, видит истину совсем не в том, что считается нормальным, естественным и бесспорным в этом мире. Хватает ли у него мужества переменить после этого свою жизнь? Это уже другой вопрос. Крестный ход Расскажу об одном таком случае, происшедшем со мной в Палестине. Начинается эта история с банального расстройства желудка. Даже не банального, а очень сильного. К тому времени я уже больше двух недель ездил по Святой Земле. Дело происходило в том самом в 81-м году, когда я совершал свою первую паломническую поездку и, видимо, ближневосточный климат сделал свое дело. Неделю мне было довольно плохо. Ощущение паршивого самочувствия усугублялось терзаниями по поводу бездарно растрачиваемого времени находиться в Иерусалиме и не иметь возможности никуда выбраться из квартиры. Поэтому, как только мне стало мало-мальски лучше, я сразу продолжил свои экскурсии. Достал карту, прикинул расстояние, чтобы совершить краткую однодневную поездку и выбрал Хеврон, где в свое время Авраам принимал Бога Троицу и где до сих пор стоит тот самый мамврийский дуб. Меня предупреждали, что Хеврон это арабское мусульманское место и при том не самое безопасное и уговаривали не рисковать и в одиночку туда не ездить. Но я будто бы чувствовал, что эта моя поездка крайне необходима и все же решился отправиться в путь. Палестинский июль очень жаркий, и я грешным делом всюду ходил в шортах, а в сумке на плече носил подрясник. Подходя к церквам и монастырям, я надевал подрясник и заходил внутрь уже в приличном виде. Так я поступил и на этот раз, когда приблизился к Хевронскому монастырю. Территория была обнесена оградой, ворота оказались закрытыми, и я стал звонить. Монастырь этот тогда принадлежал к зарубежной церкви, а я был членом автокефальной православной церкви в Америке. Отношения между церквами были, мягко говоря, неважными, и я не знал, как меня встретят и пустят ли вовнутрь. Ворота открыл весьма пожилой монах, как я потом узнал, его звали отец Георгий. Он и привел меня внутрь, в совершенно пустой храм, где нас встретил очень древний священник, архимандрит Игнатий, которого я до сих пор поминаю в молитвах. Седобородый, сагбенный отец Игнатий всегда носил на груди в специальном холщовом мешке старинную тяжелую икону Божией Матери. Встретил он меня не слишком дружелюбно и довольно сурово спросил, откуда я. Я сказал, что из Америки, из Свято-Владимирской Академии Американской Церкви. Вместо ответа он достал из своего мешка икону и поднял ее передо мной. Я перекрестился и приложился к святыне. Так отец Игнатий убедился, что я православный, что я его не обманываю и очень обрадовался. Он сказал, что ничего не имеет против Американской Церкви, что неважно, как там исторически сложилось, раз уж русские люди принадлежат к разным юрисдикциям, но что сам он не признает никакой вражды между православными. Более того, теперь он видит, что меня им Бог послал в ответ на их сугубую молитву. Дело в том, что в тот день отмечалось воспоминание труса, то есть землетрясения, бывшего в Иерусалиме, по-моему, в 1927 году и по местному уставу полагался крестный ход. А в монастыре проживало всего три монаха, причем третий тяжело болел и не мог вставать с постели. Отец Игнатий с отцом Георгием за ним ходили. Нужно учитывать, что тогда отцу Игнатию было около 90 лет, а отцу Георгию, которого отец Игнатий считал совсем молодым и относился к нему как к мальчику, под 70. На службу никто не пришел, да и откуда было взяться прихожанам в этом мусульманском городе. Крест на крестном ходе нести оказалось решительно некому. Отец Игнатий сказал, что нужно не уходить из храма и молиться, чтобы Бог послал им такого человека, пока, наконец, не появился я. Кстати, довольно скоро после того, как отошла литургия. Так вот, почему Господь именно сегодня и именно сейчас привел меня сюда, подумалось мне. Мы начали было готовиться к крестному ходу, но тут опять раздался звонок в дверь. Отец Георгий пошел открывать и вернулся в сопровождение нескольких человек, представив их паломниками из Югославии. Я обрадовался, что участников нашего крестного хода прибывает, но отец Игнатий не был так скор. Он вновь излег из мешка свою икону и встал перед ними. Югославы, а я так и не узнал, из какой части Югославии они происходили, несколько замялись и сообщили, что они адвентисты. Отец Игнатий мгновенно, как меч в ножны, задвинул свою икону в чехол и исчез в алтаре. Адвентисты, смущенно улыбаясь, стали говорить, что Бог, мол, один для всех и прочее. Я не знаю, как поддержать разговоры, что сказать, топтался на месте. Отец Георгий тоже молчал. Вдруг царские врата распахнулись и появился отец Игнатий уже в Епитрахиле и Филоне. Икона по-прежнему висела на груди под облачением. В одной руке священник держал чашу со святой водой, в другой крапила с Христом. Он стал крестообразно брызгать на адвентистов, громко возглашая «Покайтесь, иритики, покайтесь, покуда не поздно». Югославов как ветром сдуло. Отец Георгий запер за ними дверь. Ох, и досталось ему от отца Игнатия. Что же ты, Георгий, пускаешь в храм Божий кого ни попадя? Отец Георгий оправдывался. Ну как же, они сказали, что из Югославии. Я и подумал, православные. Так нужно было попросить, чтоб перекрестились и посмотреть, православные они или нет. А то какого-то только не бывает народу. И вот, наконец, мы втроем пошли крестным ходом вокруг храма. Пожалуй, для меня это стало самым сильным религиозным впечатлением, пережитым на Святой Земле. Честно говоря, более абсурдную ситуацию трудно себе представить. В знойный палестинский полдень вокруг храма шагают три странно одетых человека. С одной стороны, согнувшись, бредет девяностолетний отец Игнатий со своей иконой на шее, в руках несет Евангелие и большую выносную свечу на тяжелом медном стояке. С другой стороны, поспешает семидесятилетний отец Георгий, нагруженный кадилом и чашей святой воды с крапилом. Он ухитряется подкладывать ладан в кадила и поддерживать сагбенного отца Игнатия, которого качают от слабости. Впереди шествую я с огромным крестом на длинном шесте. Несмотря на жару, дует довольно сильный ветер. Полы подрясника развиваются, и я вынужден, балансируя тяжелым крестом в одной руке, другой постоянно подхватывать подрясник, чтобы не было видно голых ног, потому что под подрясником у меня шорты, и вид может сделаться совсем уж неприличным. По всему периметру вокруг забора стоят арабские дети и заливаются веселым смехом, показывая пальцами на эту картину. Действительно, если посмотреть на нас со стороны, зрелище куда как уморительнее. Да еще на каждом углу мы останавливаемся, читаем Евангелие, вспоминаем какое-то землетрясение, которое неизвестно когда было и непонятно какое отношение имеет к нам сегодняшним. Но большего духовного подъема мне почти никогда не доводилось испытывать. Тогда на собственном опыте я пережил слова апостола о том, что наша вера для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, и что безумные мира избра Господь, чтобы посрамить разумных и мудрых. Я радовался этим насмешком и чувствовал, что с крестом Христовым с этой процессией готов идти до конца, даже на мучение или смерть. Потом мы вернулись в храм, разоблачились и прошли в маленькую монастырскую трапезную, где мне выпала честь испытать все гостеприимство такого замечательного отца Игнатия. Он с радостью принялся меня кормить. Достал с подоконника кастрюлю с густым овощным супом на основе кислой капусты и стал ее разогревать. Супчик свежий, вчера варили, обрадовал он меня. Вчера варили? А потом весь вечер, всю ночь и еще полдня он простоял на подоконнике в палестинской жаре? Мне показалось, что он уже начал пузыриться. А ведь я только-только начал выздоравливать от тяжелой желудочной кишечной инфекции и питался лишь сухариками. Отец Игнатий поставил на стол тарелку с дымящим саваревом, в которую он щедро налил оливкового масла чуть ли не на палец и предвидовал ее ко мне. Что мне оставалось делать? Я перекрестился и приступил к еде с одной надеждой, что успею доехать до места своего обитания, прежде чем меня скрутят вновь. Как можно догадаться, разумеется, ничего подобного не случилось, и живот мой до конца пребывания в святой земле более меня не беспокоил. Отец Игнатий категорически отказался отпустить меня добираться домой своим ходом. У нас тут очень опасно и в одиночку христиане тут не ходят, сказал он, заказал мне такси и оплатил его. Он действительно был святым человеком, несмотря на внешнюю резкость, исполненном горячей, деятельной любви. В его поведении имелись элементы ее родства во Христе. Он в простоте ходил перед Господом. Теперь уже ни его, ни отца Георгия нет на этой земле. Времени с тех пор прошло достаточно, более двадцати лет, но я не перестаю вспоминать их обоих и тот подвиг свидетельства о Христе, которое они несли на своем месте в весьма нелегких обстоятельствах. Отъезд с Афона Помню, как мы с Джеффри уезжали с Афона после месячного пребывания. Удивительно, но на Святой горе совершенно не замечаешь отсутствие женщин. То, что их там нет, воспринимаешь совершенно естественно, и о них даже не вспоминаешь. На нашем катере ехали по большей части греческие паломники, в основном крестьяне, простые люди, шумно общавшиеся друг с другом и обменивавшиеся новостями. Мы тихо сидели на носу у правого бортика, провожали взглядом в афонские берега и в полголоса пели Акафис Божьей Матери. И вдруг с нами с левой стороны поравнялся туристский катер. Громкая музыка, крики и полно женщин в пляжных нарядах. Наши греческие мужички как-то вдруг засуетились, ринулись к левому борту и давай кричать что-то вроде «Бабоньки, родненьки, как мы по вам стасковались, как же тяжело было без вас, как бы нам к вам перебраться» и тому подобное. Женщины отвечали такими же восклицаниями и довольным визгом. Ощущение было, как будто нас неожиданно ударили под дых и выбили весь воздух из наших легких. Оставалось только по рыбе бессильно разевать рот и шлепать губами. Настоящий культурный шок. Как же тяжело было это возвращение к нормальной в кавычках жизни после светлой радости Афона. В такие минуты недоумеваешь, как мир может не осознавать столь очевидных вещей. Но, увы, и сам очень быстро привыкаешь к окружающему и уже вспоминаешь об Афоне как о чем-то далеком и выпадающем за рамки привычного. Настоящая жизнь. Возможно, после моих рассказов об Афоне создастся впечатление, что это довольно удаленное от реальной жизни место. Это не так. Афонская жизнь, на мой взгляд, самая реальная жизнь из всех, что существует на Земле. Скорее, даже это мы все живем какой-то полуреальной жизнью, в постоянном беге, в постоянной занятости, в стрессах, в попытках удовлетворить потребности, строить планы, реализовывать мечтания, которые почему-то никак не реализовываются. На Афоне живут, выражаясь современным жаргонным языком, очень конкретной жизнью, очень земной, наполненной жизнью. И занимаются афонские монахи самым главным на Земле делом, молитвой обо всех и за всех. Кто знает, не было бы Афона и афонской молитвы, продолжался ли бы еще наш мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok